Филипп Ауриол Теофраст Бомбаст Фонгогенгейм, более известный как Парацельс, он говорил следующее. Все есть яд, ничто не лишено ядовитости. И все есть лекарство. Одна только доза делает вещество лекарством или ядом. Современные токсикологи, они не знают, что мусцимол безопасен. Они считают, что ибатонная кислота точно токсин и страшные токсины, она обязательно есть. Это не я говорю, это они говорят, и они также считают, что мусцимол также токсичен. У них нету современных данных, что мусцимол не токсичен. Привет, друзья! Рад вас видеть на очередном выпуске программы «С нами грибы» на одноименном мне канале Михаил Вишневский. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, шер, делитесь информацией. Все это знаете лучше меня. Если вы хотите поддержать мою деятельность, то по ссылочке, которая идет в описании к этому ролику и ко всем остальным, вы увидите, как это легко буквально в два клика сделать. Тема сегодняшней нашей программы чрезвычайно интересная, она животрепещущая, актуальная. Эта актуальность уже многолетняя, и что удивительно, она не только не теряется, а наоборот, возрастает. Сегодня мы с вами снова, уже не знаю в какой, в десятый раз, это есть на моем канале, поговорим о микродозинге. О микродозинге красного мухомора. И сегодня у меня в гостях, собственно говоря, уже можно не представлять, да, это наши постоянные участники Владимир и Елена, да, кандидат наук в медицинских случаев Владимира, Елена немножечко до кандидата не доросла по собственной лени, а могла бы быть, да, Елена? Вот. Мы все выпускники Московского университета, Владимир сейчас работает в Сеченовском, это врач с богатой теоретической подготовкой и практикой, так что... О! И что еще вам хочу сказать? Значит, тут много чего возникает по поводу так называемого конфликта интересов. Я сейчас вам выдам маленький дисклеймер, да, вы понимаете, что настоящий ученый, если он что-то заявляет, неважно как на выступлениях или письменно, он должен, так сказать, прокламировать конфликт интересов, если он присутствует. Конфликт интересов заключается в том, что если его заявление, оно как-то соотносится вдруг с его коммерческой деятельностью или его участием в каких-то грантов, коммерческих проектах или чем-то, он должен об этом сообщить, чтобы слушатели могли сделать для себя выводы о том, что, ага, возможно, то, что он говорит, это, так сказать, как-то немножечко отрихтовано или вот примазано в ту сторону, чтобы и рыбку съесть, и на лифте покататься, да, и поддержать того, кто тебя, в свою очередь, поддерживает деньгами, и подать информацию таким образом, чтобы, в общем, это было немножко непротиворечиво. Да, так вот, я официально заявляю, что в моем случае конфликт интересов составляет 100%, да, потому что микродозин красного мухомора, это, так сказать, моё детище, и сейчас мы о нём будем говорить, и, естественно, я его придумал, рекламирую, продвигаю, считаю это классной находкой современности, уже во всём мире этот продукт признан, видите, да, вот он, овеществлённый, озвученный конфликт интересов. И поэтому тут как бы со мной всё понятно, да, дальше вы можете доверять моим словам или не доверять. В случае Владимира Дмитриевича я могу сказать, что конфликт интересов составляет 0%. Он не получил от меня и от группы фунгелай ни копейки. Все его мнения, они основаны на каких-то его собственных выводах, опыте, и не обязательно связанном с родмикро, да, он понимает, в отличие от меня, гораздо больше в действующих веществах, механизмах их воздействия, на мозг, там, в случае микродозинга красного мухомора, на ГМК рецепторы, там, блокаторы МАО, он может говорить, наверное, эти слова, я глубоко в этом убеждён, да. Вот, поэтому 0% в его случае конфликт интересов. И это я говорю, собственно говоря, не для вас, наших обычных слушателей, да, обычно хорошим этого смысла слова, без медицинского образования, а для его коллег, которые вдруг, может быть, им придёт в голову его там в чём-то начать обвинять, куда-то не допускать и всё такое. Вот, теперь, значит, с этим мы закончили, и давайте с вами обсудим тему мухоморного микродозинга. Мне бы хотелось остановиться на нескольких моментах. Во-первых, это я буду спрашивать, да, вы понимаете, что я могу сказать много всего, и я буду себя вода всё время держать, чтобы ничего лишнего особо не говорить, а говорили у нас гости, да, люди приглашённые и тоже опытные. Я хотел бы поговорить немножечко об отличии, так сказать, микро и макро. Да, мы все понимаем, что в этом кроется большая проблема, и это козырь в рукаве противников мухоморного микродозинга. Я хотел бы поговорить об основных действующих веществах, о рецепторах, о вот этом сложном и очень непростом, да, рецепторе ГАМК со всеми его там локусами, с потенциальным взаимодействием с огромным спектром веществ, не только с мусцимолом, там, с алкоголем, да, с барбитуратами, бензодиазией, памами, пимами, не знаю точно даже, как закончить, чтобы не соврать, не перепутать окончания и так далее. Да, и это правда непростой рецептор, который взаимодействует со многими системами организма и влияет там на гормоналку, все эти дофаминовые, серотониновые. Вот, надеюсь, Владимир поделится этим с нами, это очень интересно, и это делает и мусцимол, и вообще, вот недавно в частной беседе Владимир мне объяснял, да, что это действует, делает мусцимол и его аналоги, то есть вообще любые вещества, не только мухоморные, естественно, да, мухоморного происхождения, которые работают с ГАМК-рецепторами головного мозга, это хорошая, большая, медицинская, в сторону психиатрии, перспектива ближайшего будущего. Значит, Елена у нас является обладательницей большого числа кейсов, и я надеюсь, что она нашу беседу проиллюстрирует, да, какими-то соответствующими примерами, вот, и закончить беседу мне бы хотелось рекомендациями. Кому подходит, кому не подходит, да, желательно с объяснением, почему. У кого-то там сейчас вот очень модно генетические особенности, да, особенности метаболизма, гормональной системы, статуса микробиома, не побоюсь такого слова, и так далее, и так далее. Вот как-то все это подобрать вместе, объяснить, что микродозинка – это ни в коем случае не волшебная таблетка, да, а какой-то эффективный инструмент, который кому-то годится, кому-то нет, и вот в разных случаях, как разным людям с разными статусами, да, и здоровье, и психоэмоциональными, и биохимическими, и всем прочим, и как им удобнее, лучше всего удобнее и правильнее пользоваться. Ну вот, собственно, все. И давайте я все равно начну самую капельку, да, так сказать, задам начало течения этой беседы. И понятно, что микродозирование красным мухомором появилось после макродозирования, да, когда человечество осознало на себе экспериментально, эмпирически всю глубину энтеогенного потенциала этого гриба, мы знаем, да, что красный мухомор – это космогонический объект в религиях, мифологиях народов палеоарктики, да, в общем, в широком смысле не только азиатских, но реально всей палеоарктики – это космогонический объект, символизирующий Вселенную, пространство, слои реальности, подземные, срединные, надземные миры, духи божества и прочее, и прочее – это неспроста, потому что таково воздействие мустимола, главного действующего вещества мухомора, на мозг, да, снижение электрической активности, позволение залезть глубоко внутрь себя, специально не буду употреблять ни одного термина, типа, даже не буду говорить типа чего, чтобы меня не съели психиатры, да, но вот способность достучаться куда-то туда глубоко, включая давние слои памяти, что невозможно при обыденном течении жизни, это позволяет использовать мустимол как эффективный инструмент для общения с самим собой, своим жизненным опытом, да, каких там выводов и прочего. Это подается шаманами, как беседа с мухомором, да, в наше время это уже, в общем, то, что некоторыми исследователями называется даже биологически индуцированной истиной, да, когда молекула, попавшая в тебя извне, она настраивает мозги твои таким образом, что ты вдруг понимаешь там, что такое ты, вселенная, бог, да, такая реальность, такая реальность, не будем в это погружаться, но как антиоген в больших дозировках мухомора, несомненно, очень силен, и попытка использования малых дозировок неожиданно показала, что здесь результат не то, что противоположный, да, он просто совершенно другой. Если все яд и все лекарства, да, и обычно все решает дозировка, не помню, кто из старых умных это сказал, вдруг это было авиацийно, да, но боюсь, что это не так, может быть, это был процесс. И именно дозировка – это ключевой момент, и мы пришли к выводу, значит, микродозирование мухомора в мире на самом деле происходит достаточно давно, значит, по моим данным, по моим беседам с людьми, оно насчитывает минимум 15 лет. Я еще лет пять назад общался с группами людей из стран Балтии, из России и из Украины, где существовали такие группки по интересам, человек по 5, 10, 15, которые реально занимались микродозированием красным мухомором. Это все было предельно природно, скажем так, да, они отщипывали там маленькие кусочки, рубили на треугольничке там чтобы 20 шляпку, каждый треугольничек весил от долей грамма до грамма, наверное, а иногда и двух, и трех, ну, это уже так, это уже средний дозник, да, и получали какие-то явно позитивные эффекты, ну, вот там Пелевин, Generation P и все такое, да, то есть люди понимали, что такое мухоморы в макро и в средних, и в микродозах, но это была такая очень погруженная в себя субкультура, и сведения за пределы этих узких тесных групп пользователей, они, в общем-то, практически не проникали, только для своих, типа таких, как я, да, вот я там с каких-то серединных нулевых начал темой плотно интересовался, и постепенно я, естественно, вышел на информаторах, скажем так, вот, но когда мы этим занялись серьезно, 2019 год, да, мы все измерили, взвесили, порезали, высушили, посчитали, оценили и сделали какую-то там, никакую, а все-таки стандартизацию, определили оптимальную дозировку, то вот эта история, конечно, отсколыхнулась, и поддержанная общей космогоничностью, мистичностью и, да, и всем остальным, что связано с Мухомором, батюшку Мухомор и все дела, вот это, да, и народные, и народные, и вот эти жуткие квартирные шаманы, которые ни черта не знают и не умеют, да, и все остальное, вот это, здравствуй, Кашпировский в том числе, оно покатилось и прямо разрослось, и приняло все мыслимые и немыслимые обличия, включая ненависть, ничего не понимающих, токсикологов стернорежимных, да, микологов, которые, не отличая от Красного Мухомора, от краснеющего, но, тем не менее, имеют твердое убеждение, что и так далее. Вот, поэтому эта тема, она развелась неожиданно быстро и, соответственно, породила огромное количество мнений, да, и в научной, и в ненаучной среде. Вот, поэтому, и так, да, это вот такая предыстория, откуда, почему и почему так быстро. Владимир, вопрос у меня к вам. Расскажите, пожалуйста, вот вы можете набросать, да, для наших слушателей, буквально, значит, что происходит. Вот ты съел мухомор, да, значит, что-то там у тебя выделилось, что-то попало в кровь, что-то уехало в мозги, да, связалось с тем-то, оказало такое-то влияние, и при этом, значит, я надеюсь, что вы поддержите мое мнение, что кроме мозгов никакой мишени для мусцимола не существует, и все остальное, то есть это совершенно безопасно и даже полезно для печени, нервной, там, кровеносной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и прочих систем, и все симптомы так называемого отравления, которые человек может испытать, и это только макро, да, а не микродозировка, это так называемая нейрологическая реакция, которая, вот, так сказать, научным, но по возможности упрощенным языком, нарисуйте нам эту схему жизни мухомора внутри тела пользователя. С удовольствием продолжу вот это вступление и поговорю об этом. Хотелось бы сказать, что для начала, как вообще я обратил свое внимание, и будучи практикующим специалистом и университетским доцентом, на это дело. Я первый раз услышал о микродозинге мухомора на своем терапевтическом кардиологическом приеме, когда пациент ко мне пришел с трудной, достаточно сложной, резистентной к терапии истории и сказал, что вот я хотел бы попробовать вот это, еще и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Потому что такие-то подходы, такие-то подходы дают временный эффект, я бы хотел продвинуться дальше, я исследую свой организм, как он работает, и мне хочется различные варианты, доступные на сегодняшний день для лечения, использовать все, которые есть. С той или иной степенью доказанности, с той или иной степенью эффективности, но я вот нахожусь в ситуации, когда мне это надо. И я понял, что я нахожусь в ситуации, когда мне нечего ему сказать, а просто сказать, что вот нет, это не доказано, неинтересно или в моей когнитивной карте в голове не существует, это не тот вариант, который я приемлю во взаимодействии с пациентом, тем более, если мы говорим о пациент-ориентированном подходе. И таким образом я начал копать всю информацию, потом пошел на курсы микотерапии, потом фунготерапии по-старому, и начал смотреть информацию в интернете, читать книги и, в общем, восполнять ту лакуну, которая была у меня в классическом медико-биологическом образовании. Таким образом, вот уже много-много-много времени я вот этим делом занимаюсь, изучаю это глубоко. Второй момент. Я очень удивлен, как за последние 2-3 года, по крайней мере, в моей реальности, в моей жизни, даже уже таксисты и люди в очередях говорят о том, что можно использовать различные подходы, в том числе лекарственные растения, в том числе различные варианты разрешенных, доступных для сбора, высушки, заготовки грибов, либо пищевых добавок из них. И в том числе про мухоморы я слышу это, в общем, в большом количестве людей вокруг. Это, в общем, действительно часть социокультурной среды и медицинской среды. Игнорировать это, в общем, смысла нет. Надо изучать и просвещать. Это первое. Второе. Не все так просто на самом деле, когда мы говорим о мухоморе красном, аммонитомускаре, потому что, да, известны входящие в него активные вещества, которые воздействуют на центральную нервную систему. В первую очередь это мусцимол. Он хорошо проникает барьер гематоэнцефалический. Это тот барьер, которым нервная система отделена от циркуляции крови. Но, соответственно, в самом плодовом теле гриба есть еще и разные другие биологически активные молекулы, которые очень важны для стимуляции организма. Например, почти во всех грибах есть активно воздействующие на тело полисахариды и бета-гликаны. Есть там различные варианты гликопротеинов, которые могут быть очень разные по своему действию, и биологическое значение не всех из них для медицины и особенностей нервной системы до конца полностью понятно и расшифровано. И, конечно, тот механизм действия, который мы представляем себе относительно мусцимола, главного, как нам кажется, лечебного части плодового тела мухомора, красного вещества, оно на сегодняшний день имеет такой взгляд, а с открытием новых рецепторов, новых коллатеральных, дополнительных биологических связей разных частей мозга и разной биохимии, может оно потом претерпевать изменения. Поэтому мы говорим о том, что известно на середину 2023 года. И действительно известно, что в идеале правильно высушенный, подготовленный, токсицированный плодовое тело, из него сделанный порошок, либо само плодовое тело мухомора, должно воздействовать вот этими всеми биологически активными веществами на нервную систему. Мусцимол является главным веществом. Он действует на так называемый гамк-рецептор, рецепторы гамма-анамина масляной кислоты. Но тут сразу начинаются проблемы, потому что нам надо упаковать сложные смыслы во простые слова. И если уж сократить до сути минимально, то гамк-рецепторов в головном мозге очень много, и они суперразные. Они, в зависимости от того, в какой часть тела головного мозга, структуры находятся, они по-разному проявляют свое действие. И они связаны, как последние годы оказывается, и с серотонином практически напрямую. Они влияют отчасти на дофаминовые рецепторы. Есть работы, показывающие о том, что мелатонин, гормон сна, такой регулятор циркадных ритмов, тоже определенным образом связан с гамк-рецепторами. И, в общем, тенденции мировой психофармакотерапии, мирового лечения с точки зрения большого спектра неврологических, психосоматических, психических заболеваний, это попытка воздействовать на ключевые три вещи в головном мозге. Так, чтобы не вызвать физической зависимости и не навредить телу и нервной системе. Это на гамк-рецепторы, это на обмен серотонином и на обмен дофамином. Уникальность этого подхода заключается в том, что нам необходимы дневные так называемые анксиолитики или дневные транквилизаторы. То есть то, что не супер угнетает деятельность нервной системы, не вызывает опьянения, то, что не меняет значительно в отрицательную сторону настроения, и то, что может на минимальных дозах дать хороший длительный эффект. И такие, в общем, фармкомпании бьются за то, чтобы разработать такие дневные транквилизаторы, дневные анксиолитики, то есть подавители страха или регуляторы, вот эти эмоциональные составляющие. Действительно, такие препараты есть, на них выдаются патент, патентная защита, они производятся, но мусцимол синтезировать заново невозможно, плодовые тела, в общем, доступны, но для фармкомпании не очень выгодно его выделять отдельно и паковать, поскольку на него сложно придумать патентную защиту. Поэтому, как мне кажется, это обесславливает такое широкое развитие и культуры, и энтеогенной культуры, соответственно, использования этого природного доступного вещества и самого плодового тела, ну и, соответственно, рост в последнее время биологически активных добавок, пищевых добавок, ну даже, может быть, лекарственных препаратов, которые в ряде стран в лаборатории сейчас исследуются. Некоторые уже на здоровых добровольцах по ряду исследуют. Ну и заканчивая вот это введение, хотелось бы сказать, что воздействие на гамко-рецепторы это не единственный механизм, который приводит к нормализации деятельности структур нервной системы, а еще и воздействие на монаминоксидазу. Это очень важный фермент, и, соответственно, мусцимол воздействует также на этот фермент, определенным образом балансируя и изменяя концентрации дофамина, серотонина. При этом, при всем, в отличие от тех же антидепрессантов или транквилизаторов, из которых имеют схожие механизмы действия, его воздействие очень мягкое. Оно мягкое. И оно среднестатистически, потому что у всех у нас разные рецепты, разные индивидуальные особенности реакции на какие-то препараты, но воздействие мусцимола очень мягкое, и эффект его можно описать как уменьшение активности высших, получается, частей нервной деятельности, связанных с корой, вот такое вот успокоение мыслительное, я бы так это сказал простым языком, в сочетании с регуляцией настроения и за мягкое расслабление. И вот мне очень понравились коллеги-психотерапевты и психологи, которые используют мусцимол в качестве поддержки для психотерапии, чтобы пациенту помочь лучше добиться результата на психотерапии, освоить там тоже когнитивно-поведенческую психотерапию, программу нормализации поведенческих реакций, о том, что избыток оперативной памяти энергии, которую мы сливаем в наши мысли и в беспокойство, препараты, воздействующие на гамкорецепторы, в том числе мусцимол, может уменьшить и высвободить ее для того, чтобы направить ее в другое русло и нормализовать деятельность внутренних органов. Поскольку гамкорецепторы напрямую связаны с ацетилхолином, с электрической активностью соответственно нейронов, и если добиться определенного баланса расслабления и нормализации эмоциональной, особенно в области амигдала, это менделевидное тело, то тогда и вегетативная нервная система и главные два дирижера гормональная нервная система будут работать очень хорошо на баланс работы периферических органов систем. Ну и доказано, что гамкорецепторы, они существуют разного типа, одни дают последующую стимуляцию серотонина, другие дают изменение циркадных ритмов опосредованно за счет мелатонина. Ну и вот особенность в том, что мягкое микродозирование мусцимола, мягкое воздействие, оно может давать определенную нормализующую эффект, потому что часть каскада гамкорецепторов встроена в активирующей цепочке, часть в седативной. И тот подход, который был раньше, когда открыли только гамкорецепторы, что вот мы их заблокировали или мы их активировали и соответственно получили просто седацию. Это сейчас уже неприемлемо, потому что оказалось, что в биохимии мозга все гораздо сложнее. Владимир, спасибо большое. Два маленьких комментария по поводу вашего монолога. Первый по поводу синтеза мусцимола. На самом деле синтез мусцимола возможен, и это не такая уж сложная задача. Да, его гораздо легче получать выделением и последующим очищением из сырья, то есть из красного мухомора. Это сопряжено тоже с большим количеством проблем, да, именно в плане очищения, получения химически чистого компонента. Но синтез мусцимола вполне обыденная вещь, в том числе, например, в Австралии мусцимол как действующее вещество запрещен, потому что там образовалось несколько кружков любителей, друзей по интересам, которые научились бодяжить этот самый искусственный синтетический мусцимол и получали определенный опыт сами, привлекали к этому других. Это получило известность ввиду масштабности этой, скажем так, группы любителей мусцимола. И мусцимол в Австралии был запрещен. То есть да, это возможно, а вот в плане патентования действительно проблема, потому что мусцимол в чистом виде, конечно, нельзя запринтетовать, он есть в природе. И для того, чтобы как-то пойти вот в эту сторону, больших многомиллиардных заработков в Бигфарме мусцимол, конечно, придется модифицировать, навешивать на нее всякие хвосты, молекулы какие-то, в смысле молекулярные радикалы какие-то цеплять. Вот, это да. Вы обратили, Владимир, внимание на то, о чем вы на самом деле рассказали в последней части своей вот этой краткой истории мусцимола в организме и ГМК-рецепторов. Это на самом деле необычайно классная вещь. Это, если говорить простыми человеческими словами, показав мягкое действие мусцимола и его способность как к активации, так и к седативному действию из-за сложности самой природы ГМК-рецепторов, это что такое на самом деле? Вот в свое время Терренс Маккена, он сформулировал, чем шаман отличается от врача. Маккена много чем известен и смешными высказываниями, и мудрыми, самыми разными, но впервые, и совершенно правильно, отличие врача от шамана сформулировал именно он. Он объяснил, что врач – это человек, который работает с вами, неважно, ментальном уровне, если это психолог, психиатр, или там пихает в вас таблетки, колет в вас уколы, он работает с вами, если вы приходите к нему со своими проблемами. Шаман, если вы приходите к нему, он работает не с вами, он работает с собой. Он принимает энтогены, погружается в свою внутреннюю реальность, общается с профильными духами и, вынырнув из этого всего, выдает вам готовое решение. Так вот, получается, что с помощью мусцимола, перефразируя ваши же, Владимир, слова, мы с помощью микродозинга становимся микрошаманами по отношению к самим себе, потому что мы, опять-таки, цитирую вас же, мы высвобождаем ту энергию, которую экономит нам на минималках, на своих минималках мусцимол, и творчески, конструктивно притворяем ее в себя же, чтобы достигнуть поставленных целей и задач, что, впоследствии, если все нормально и нормально сформулировано, нам подкрепит допаминовая система, которая сюда же включена, и так далее, и так далее. Вот что такое, на самом деле, с моей точки зрения, какой интерес, но я рассказал нам Владимир, за что отдельное спасибо. Значит, еще раз, от себя лично добавлю, формулирую, на микродозинге мы становимся микрошаманами, микрошаманами, то есть работаем с собой, и если у нас правильный подход, то делаем это конструктивно. Это, ну, то есть для меня это очевидно, как для практики, да, и для человека, который работал со многими людьми. Так, Леночка, пожалуйста, вопрос к тебе. Давай теперь, чтобы я, так сказать, свои эти 100% конфликтов интересов не озвучивал, да, пожалуйста, основные случаи, наши основные пользователи, основные заболевания, болезненные состояния, психические расстройства и так далее, когда у нас, с чем к нам обращаются, и когда мы в первую очередь рекомендуем микродозинг красного мухомора. Вот про это расскажешь. Да, у нас есть некоторые модельные ситуации, когда мы говорим наш клиент. Вот люди приходят к нам и говорят у нас то-то, 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 и мы говорим им в ряде случаев вы наш клиент или вы не наш клиент. Вот когда мы говорим наш клиент, тем более наш клиент по красному микродозингу, это в первую очередь человек с разными степенями психологических каких-то проблем, в первую очередь это люди с депрессиями. С депрессиями, посттравматикой, стрессовыми ситуациями, острого стресса, хронического стресса. То есть люди, которые хотят улучшить свой какой-то психологический статус и при этом или они не получают решения от стандартных психотерапевтических или методик, или лекарственных, или работы с психотерапевтами, или они боятся каких-то химических средств и хотят решить проблему природными средствами, потому что считают, что это проще и безопаснее, например. И поэтому самый наш частый клиент это человек с депрессией, с тревожностью или стрессом, или посттравматикой. В плане ярких таких случаев могу рассказать о ситуациях. Например, у нас была пациентка, я ее лично не знаю, я знаю ее маму, пациентка очень тяжело переживала смерть своего отца и перестала вставать с кровати. 17 лет девушке, очень она глубоко это тяжело переживала, неожиданная смерть отца, достаточно молодой отец, она была к нему очень привязана. Девочка перестала практически есть, перестала вставать с кровати, лежала, отвернувшись к стене, в общем, у нее была тяжелая депрессия, посттравматика. Я не психиатр, я не знаю, как это красиво объяснить, но ни на что она не реагировала, никуда не ходила, ничего не хотела, плюс она стала жаловаться на голоса в голове, что они ей, ну, что-то ей там рассказывали. В общем, был такой клиент, наверное, психиатрической клиники. Но мама решила обратиться к нам, я не знаю, куда она обращалась до этого, был ли у нее какой-то опыт до этого, после двух месяцев терапии микродозингом девочка стала вставать с кровати, стала общаться, стала есть, в общем, в достаточной степени ситуация оккупировалась, у нее остались некоторые какие-то голоса в голове, но они сильно уменьшились, в общем, мама меня очень благодарила и говорила, что, в общем-то, девочка там как-то куда-то поступает, и, в общем-то, вот эта ситуация, она решена, вот решение конкретной ситуации здесь, мне кажется, говорит о достаточно серьезном влиянии мухомора в положительном смысле, потому что до этого, например, достаточно долго она была в таком состоянии, ну, не овощи, но, по крайней мере, сильно поврежденного в плане психологического статуса. На самом деле, очень яркий случай, Лен, спасибо, это звучит хорошо, да, но я добавлю еще от себя нормализацию, две главные, важные, с моей точки зрения, вещи, да, это нормализация сна и отказ от алкоголя, да, не-не-не, я потом расскажу, Миша, давай ты меня не будешь прибивать, я расскажу. Я перебил не по этому, я прошу прощения, Лен, я перебил не по этому, я все-таки доперебью, потому что, вот, я все-таки из там советского прошлого, да, и в 90-х я застал, не знаю, застали ли это те зрители, которые слушатели помоложе, да, когда ты подходишь к почтовому ящику и вытаскиваешь оттуда письмо счастья, да, письма счастья были разные, там, перепишешь хотя бы один, да, то твой дом сгорит, но были письма счастья системы, вот шел мальчик по берегу реки и встретил бога в Ризе, и тот весь такой светящийся, значит, его отправил на путь истинный, и чувак уверовал, и тебе тоже надо, и все вот эти там артисентологов, да, и эгоистов, и просто эти квартирники, да, которые секты в итоге квартиру у людей отбирают, вот, Лена, твой рассказ, он на самом деле очень похож на это, да, то есть для людей настроенных критически, да, вот девочка лежала там почти в коме и в тяжелейшей депрессии, даже там лекарственно некомпенсируемой, вот она съела мухомор, и все, случилось чудо, и она уже встала, бегает, и скоро выйдет замуж и родит шестерых детей, это звучит так, для тех, кто не то, что даже не верит, а там критически относится к информации подобного рода, да, поэтому я хочу обратить внимание, что, вот, и, собственно говоря, Владимир присутствует поэтому на нашей общалке, да, это потому, что Владимир, как, меня уже никто, ни ученым, вообще не считает, да, хотя мне это странно, да, ну, Вишневский там, кто, кто там у нас предатель науки, барыга, 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 да, барыга, это очень важно, трудно быть барыгой, не будучи предателем науки, как бы это такой самоценный микс, вот, и я все время апеллирую каким-то научным данным, статьям в рецендируемых журналах, не слушает никто, но вот Владимир у нас, да, представитель чистой классической науки, который сам зашел на это ауто да фе, да, не побоясь мнения своих коллег, и ровно потому, что он объективно, независимо, с его точки зрения, никак не ангажировано, специально, еще раз подчеркну, с нашей стороны, оценивает современную научную информацию, публикации, там, поликлинические, клинические испытания, то есть это не рассказ про бога в Ризе на берегу реки, да, это наш эмпирический опыт, а есть и реальные эксперименты, включая поликлинические, клинические, которые подтверждают, что и красный мухомор в целом, да, и как субстанция, и его действующие вещества, мустому, да, в том числе, работают именно так, и сейчас, Лен, ты продолжишь, а потом я бы попросил Владимира прокомментировать тот вот наш немножко недоклинический эксперимент, потому что он пройти-то прошел, да, и даже проанализирован был, но пока, так сказать, последний этап, да, обнародование, вот обнародование пока еще не случилось, но между тем, у Владимира есть все данные, и я попрошу его прокомментировать, это именно с точки зрения независимого ученого, чтобы вы понимали, в том числе, я точно знаю, что вы не читаете, и читать, скорее всего, не будете, даже если мы там 50 ссылок на исследование в плане мустомола вам насыпем, да, как описание этому ролику, ну вот, хотя бы так. Все, Леночка, прости меня, да, мне надо было вот это сказать, чтобы это не звучало как бы, как что-то саентологическое или нечто подобное. Ну, мне кажется, как-то очень долго ты в этом просыпался, и оно того не стоит, я объясню, почему, потому что понятно, что вот сейчас я рассказываю не самые постоянные кейсы, я могу рассказать среднепостоянные кейсы, но, естественно, я, когда выбираю кейсы для рассказа, ну, конечно, я выбираю самые интересные, самые какие-то, самые крутые, потому что, действительно, про это интересно рассказать, но если говорить просто о том, что ты говоришь, самые обычные модели, как вот люди принимают мухомор, если более-менее обычный человек с небольшой тревожностью начинает принимать мухомор, у него несколько снижается повседневная тревожность, у него несколько уменьшается внутренний диалог, если он есть, или он исчезает, вот это вот постоянная такая работа, у него несколько улучшается сон, или не улучшается сон, такое тоже бывает, вообще, когда мы начинали заниматься красным мухомором, была некая модель, что красный мухомор, микродозинг, это такое волшебное средство, что ты принимаешь пилюлю с утра, у тебя случается активность, и ты активен целый день, и можешь делать больше, а вечерняя капсула действует, как снотворная, и ты хорошо спишь, у тебя налаживается сон, а с утра ты снова принимаешь утреннюю пилюлю, и она волшебно работает, как тоник, а вечерняя работает, как снотворная, и это как раз на людей действовало как раз не очень хорошо, это было похоже на то, что писал Давлатов про таблетку, что в военной части человек разламывает таблетку напополам и говорит, это тебе для живота, это тебе для головы, и смотри, не перепутай, то есть такая была ситуация, что казалось, что этот подход был ну не очень научным. Сейчас, так как у нас очень большое количество эмпирического опыта, опыта практического, мы понимаем, что на некоторых людей красный мухомор действует как седативное и в случае утреннего приема, и пациенты жалуются, что вот они принимают эту капсулу, и они чуть-чуть такие приторможенные, да, они не волнуются, они не переживают, но они чуть-чуть такие пришибленные, как после фенибута, и кому-то это нравится, кому-то не нравится, кому-то это подходит, кому-то не подходит. У других же людей, когда они принимают вечернюю таблетку, то есть капсулу микродозинга красного мухомора, при обычном нашем подходе, что это должно быть успокоительное и снотворное, они получают, что у них наоборот пролив энергии, они не могут заснуть, и на них этот красный мухомор действует скорее как активизатор, и им бы хорошо его принять с утра. То есть вот эта вот модель, как мы считали, что с утра он действует как тоник, а вечером он действует как снотворное, действует не на всех. Да, бывает некая страта людей, вот классно, на которых он действует именно так, но есть люди, на которых он действует как успокоительное и с утра, и вечером, и есть люди, на которых он действует как тоник и с утра, и вечером. Какие у них рецепторы, какая у них особенность биохимии, мы сейчас не знаем, но именно поэтому мы рекомендуем подбирать вот именно приемы утренний-вечерний или там утренний-вечерний уже по своим непосредственным задачам, как вот на них именно действует микродозинг и как им комфортнее его принимать. Далее, что вот мы говорим, что мусцимол – это чистая седация, это далеко не так. Есть достаточно большое количество людей, на которых красный мухомор действует как общий растормаживающий, как вот 50 грамм условно коньяка, что человек выходит перед аудиторией. Тоже могу сказать, что многие люди, у которых нет специальных проблем, каких-то ни тревожностей, ни какой-то большой депрессии, они могут использовать красный мухомор просто как вот именно эти 50 грамм коньяка перед выступлением, перед аудиторией, у человека снимаются какие-то стеснительные, зажаты. То есть человек становится более адекватным, где-то даже чуть-чуть таким дерзким. Про что, где, когда расскажешь? Нет, не расскажу про что, где, когда, но неважно. В общем, человек становится дерзким и сможет проще переломить свои какие-то внутренние зажимы. То есть красный мухомор еще работает как легкий растормаживатель вот этих вот внутренних комплексов, которые они есть, как обычно используются этаномы в небольших количествах. То есть такое тоже есть. Плюс еще тревожности, внутренний диалог, он значительно ослабевает при принятии микродозинга. Хотя в последнее время я встречалась с отзывами, что у некоторых людей неожиданно он даже обостряется. Диалог, то есть бывает и так. То есть такие отзывы тоже есть, потому что мы постоянно получаем обратную связь, и чем больше мы получаем обратной связи, тем сложнее вот эта вот структура кажется, что вот от четкой и понятной ситуации мы приходим к тому, что явно работает, но работает достаточно полиморфно мусцимол на разные типы людей. И, например, есть еще очень интересный тип работы микродозинга, что при приеме комплексном с ежовиком, я это называю разгонять процессор. При комплексном приеме красного мухомора и ежовика у человека резко ускоряется обработка информации, когнитивная вот эта вот работа, работа с большими данными, решение задач, решение каких-то технических, математических, там, судоку, что хотите, то есть именно работа мозга, она ускоряется, и ты можешь за то же время решить большее количество каких-то конкретных задач, сложных, несложных, каких-то, и при этом эффективность работы мозга сильно увеличивается. Это очень полезно для людей, которые работают в IT, например, у них большой комплекс задач, у них просто не хватает времени, личного времени, потому что, когда человек работает в IT, он сам является инструментом, и таким образом мы разгоняем этот инструмент, человек работает с собой как инструментом, и очень большая задача у современного человека сделать инструмент себя более эффективным, заработать больше денег, там как-то сделать быстрее карьеру, то есть работа с собой уже как не с шаманом, не с внутренней какой-то своей структурой, а с собой как инструментом, и мухомор плюс ежовик, он позволяет работать с собой эффективнее, Но нужно обратить внимание, что если у человека есть склонность к тревожности, то сочетание мухомор плюс ежовик может обострить тревожность. То есть, затачивая этот инструмент, мы делаем его более хрупким, если поэтически говорить, и нужно относиться аккуратно, что если вы не просто спокойно, как дохлый лев, как Миша говорит про себя, а имеете вот эту внутреннюю тревожность, то сочетание мухомора и ежовика может быть для вас опасным, и надо его принимать аккуратно. Еще, чем мухоморный микродозинг может быть полезен, это его работа с внутренними воспалениями. Это мы уже говорим не про мосцимол, это, видимо… А все-таки, Лен, я прошу прощения, все-таки отказ от алкоголизма-то надо… А, отказ от алкоголизма, да. Прям очень серьезная статья и 70% по статистике. Да, значит, многие люди, которые хотят отказаться от алкоголя и даже от наркотических средств, у нас был кейс с метадоновым наркоманом, который отказался от метадона. Тут тоже, ну, Миша меня будет ругать, что это слишком такой святочный кейс, но человек нам писал и очень благодарил. Человек смог отказаться даже вот от наркотиков, наркотика опятного ряда, что очень тяжело. Там же физическая зависимость и мосцимол и вообще микродозин красного мухомора, даже не обязательно, что это мосцимол, может, там еще что-то есть, я об этом еще поговорю, позволяет отказаться от этанола, который тоже является наркотиком, который вызывает физическую зависимость. И он как раз… Что? Биохимическую. Ну, хорошо, биохимическую зависимость, но это не играет большой роли. Мне кажется, что понятно, что человек, который долго принимает алкоголь, находится в зависимости не только в психической, это есть еще и физическая какая-то тяга, и человеку реально плохо без принятия своей дозы алкоголя. Очень хорошо работает на моем, так сказать, опыте мосцимол как лечения алкоголизму женского. Это часто женщины достаточно успешные. Ну, там, 40 плюс, 35 плюс, 40 плюс женщин, которые, ну, на фоне каких-то своих внутренних проблем и отсутствия проблем финансовых, пристрастились к алкоголю, и они не имеют внутреннего ресурса, чтобы от него отказаться, и микродозин красного мухомора хорошо в этом случае работает. Ну, то есть, и в случае мужчин тут тоже работает, но в случае женщин обычно отказаться от алкоголя даже сложнее. Женский алкоголизм, как Миша говорит, самый прикольный, но на самом деле он не прикольный, а он очень сложный, потому что, мне кажется, болевая компонент у женщин чуть снижена, образование зависимости, оно быстрее происходит у женщин, и в плане отказа от алкоголя микродозинг, он работает достаточно неплохо, и в плане мужчин у нас есть эти кейсы тоже достаточно значительные. В основном в плане мужчин, я прошу прощения. Да, в основном в плане мужчин, просто, да, я просто... Те же 70, если не больше, да? 70% снижение, ну, тут мы чуть-чуть возвращаемся к бабе Мишка, там типа 70%, но, конечно, желательно там какие-то более... Ну, мы основываемся на отзывах самих пользователей, я понимаю, что... Да, более точные цифры собрать. Да, и к метанализу она отношения не имеет, да, и так далее, но тем не менее. А это просто отзывы. И люди отзываются в основном так, что меньше тянет, да, вот как, если говорить про уже отзывы именно людей, вот эта тяга к алкоголю, она снижается. И как ее в цифры, в цифры и формулы перевести, я не знаю. Я думаю, мы проведем со временем просто эксперимент, да, не клинический, но хотя бы пре, да, и, мне кажется, с удовольствием люди примут в нем участие, возьмем несколько сотен человек, запустим, посмотрим, возьмем на себя алкоголь даже, я готов на это пойти. Вот, и... При этом... Самая большая проблема будет, как плацебо, да, оформить. Вот, ну, хорошо, ладно, это отдельная история. Так, значит, друзья мои, Лен, спасибо, Лен, спасибо, пора дать высказаться Владимиру. Значит, я хочу заметить, что, на самом деле, ключевыми словами Елены за вот все это время, то есть они все были ключевыми, необычайно интересными, важными и полезными, но я вот прямо записал, я прямо прочту. Явно работает, но далеко не всегда стандартно, да, вот, что надо понимать всем, да, потому что все мы разные, миф о том, что все люди одинаковые, даже однояйцевые близнецы, да, они достаточно разбегаются по жизни и эпигенетики, и всякие другие. Такие интересные штуки. Вот, да, работают, то есть есть какая-то средне понятная история, но достаточно разнообразные исключения и даже противоположные проявления, скажем так. То, что Лена хотела сказать, я скажу кратко, значит, о влиянии не на мозги, да, а о том, что мухомор оказывает, и в том числе даже на уровне микродозинга, достаточно серьезные действия на многие системы нашего организма, да, в биохимическом плане. Это действительно обусловлено тем, о чем Владимир сказал в самом начале, это гликопротеины, бета-деглюканы и так далее, то есть полисахариды, да, и белково-полисахаридные комплексы, которыми, как это ни странно, мухоморы чрезвычайно богаты, не просто богаты, а согласно исследованиям специалистов из Восточной Европы, Польши, Чехии, в первую очередь, красный мухомор – это чемпион по содержанию полисахаридов среди лесных микоризных грибов средней полосы Евразии, вот так. Да, поэтому, да, действительно, полисахариды, понятно, да, это все четыре классических типа воздействия, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее, противораковое, и все это в комплексе нам тоже мухомор предоставляет, поэтому мне удивительно, что и другие позитивные отзывы, а не только в плане головы, да, вот мухоморы есть. А можно, Миша, я чуть-чуть верну? Мне кажется, в нашем разговоре чуть-чуть не хватает все-таки негатива, поскольку мы все чуть-чуть фанатисты. А вот это то, что я хотел спросить следующего. Я готов добавить его большой радостью. Да, то, что я хотел спросить следующего Владимира, а кому нельзя? Нет, а давай все-таки я чуть-чуть скажу пару слов про негатив, что когда мы говорим про красный мухомор, то, что он там и посттравматику лечит, и воспаление лечит, и успокаивает, и сон налаживает, и у кого-то аллергия проходит, и, значит, кожные высыпания проходят, и все, значит, так здорово. Нужно понимать, что у многих людей, особенно в начале приема красный, ну, есть просто люди, на которых он не действует. Надо понимать, что есть достаточное количество людей, процентов 5, там, 10, на которых он действует совсем, и мы получаем, что вы подойдете. Мы спросим у Владимира почему, кстати. Да, люди ничего не чувствуют, то есть такие люди точно есть, и есть люди, на которых он действует особо поначалу неприятно, то есть кроме стандартного синдрома расширения головных болей, существуют у многих, значит, побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, бурление в животе, жидкий стул, диарея, боли в желудочно-кишечнике. Люди не знают, что это неврология. Люди считают, что это побочки со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть это бывает, ну, там, 20-30% случаев достаточно часто, особенно в начале, нужно это иметь в виду, и такая проблема существует, то есть не надо думать, что это вот совсем волшебная таблетка, которая тут же решит все ваши проблемы. С одной стороны, действие полиморфно, а побочные эффекты случаются. Вот на этом можно уже перейти к Владимиру. Хорошо, Владимир, значит, тогда такой вставочный, интерколярный такой вопрос. Я хотел поговорить про научную доказательность, нашу эксперименталку, там, да, статьи всякие в журналах и прочее. Ну, давайте, вот, про все плохое, пожалуйста, там, расскажите в самом широком смысле. Почему на ком-то не работает, на ком-то слишком работает, а у кого-то вот диарея, да, вот, причем все на уровне микродознга. Расскажите, пожалуйста. Я хотел бы сказать сначала, предостеречь от бездумного использования всегда, в любых обстоятельствах, это раз. А второй, я бы хотел вернуться немножко кратко к вот этой девушке, которую вы описали. У нее реакция на горе, горе утраты. Горе утраты – это естественная часть жизни практически любого человека. Все мы так или иначе утрачиваем, к сожалению, разные вещи и людей, в том числе близких. И, в общем, в современной психологии, психиатрии подразумевается, что до года, в общем, горевать определенным образом, об этом переживать – это нормально. Вопрос в амплитуде этой реакции. У девочки явно абсолютно наблюдается, наблюдалось синдром психоастении, то есть упадка сил психических и телесной астении у нее, то есть упадок сил еще и телесных. И ангидония – неполучение удовольствия от каких-либо других вещей. Соответственно, это явное указание на возможное наличие депрессии. Плюс наличие слуховой галлюцинации, особенно если они не просто в качестве нет слуховой стимуляции, а есть какое-то воздействие, ощущение, как будто что-то человек слышит, это очень разные вещи могут быть. Если слуховая галлюцинация в качестве речи, то может быть такое быть, что психотравмирующее событие стало стартом каких-то вариантов расстройств шизотипического спектра. Я не говорю только о шизофрении, расстройств есть много разных, поэтому я очень, как специалист практикующего здравоохранения, я обязан сказать, что вряд ли, например, в поликлинике или в каком-либо любом другом лечебном медцентре вам официальный врач, который исповедует и должен следовать протоколам Минздрава и назначат какие-то варианты лекарственной терапии в таком случае, и в обязательном порядке я бы всегда в подобных вещах рекомендовал бы взять как минимум второе мнение разных специалистов, неврологов, психологов, психиатров, чтобы исключить более серьезные вещи, которые могли бы потом развернуться, активно развернуться. И только с помощью натуропатических методов лечить подобные вещи не всегда безопасно, это очень важно. Второй момент. Действительно, мухомор и мусцимол используются. Есть исследования с 70-х годов для лечения различных вариантов и кластерно-головных болей, и различных вариантов биполярно-аффективного расстройства, и депрессии, и так далее, и так далее, есть хорошее исследование по поводу того, как попытаются даже электрическую активность головного мозга в случае судорожных тиков, даже эпилепсии использовать, и, в общем, эффект определенный есть. То есть какая-то доказательная база, она, в общем, набралась медицинским сообществом, и да, такое есть. Теперь, что касается вопроса по тому, почему по-разному на разных людей воздействуют, да, у нас очень разная у всех плотность рецепторов. Мы примерно там по разным подсчетам 50% получаем информации о том, как нам организм наш выстроит генетически, где-то примерно условно 10-15, может, больше эпигенетически, то есть внегеномные механизмы наследования, ДНК никак не меняется, а вот как ее считывает организм, это может меняться. И, соответственно, наши нейронные сети, которые мы выстраиваем, адаптируясь к жизни и внешней, внешнему миру, и к внутренним процессам, которые мы слушаем, как мы с собой взаимодействуем, они тоже обуславливают определенную плотность и определенные пути, по которым мы, наш мозг работает. У мозга есть инструмент, у личности, у личности в мозгу, по-видимому, есть инструмент, ум называется, да, и вот этот мыслительный внутренний диалог, который мы прокручиваем, находясь наедине с собой, так или иначе, с той или иной степенью, это, в общем, тоже определенный результат наших процессов натренированности ума и тех нейронных сетей, которые мы создали. Это напрямую связано с настроением, с индивидуальными особенностями, и упаковывая сложные смыслы в простые слова, можно сказать, что плотность рецепторов и пути метаболизма нейромедиаторов, которые управляют электрической активностью головного мозга, передают информацию, и которыми нейроны общаются, она очень у всех разная. И бывают люди, у которых плотность рецепторов, гамг-А, например, да, а мусцимол является агонистом, то есть активатором гамг-А рецепторов, и расслабляет, добавляет настроение, уверенность, и чуть снижает активность электрическую, увеличивает метаболизм ацетилхолина, так же, как и алкоголь, кстати, вот о чем Елена сказала, да, поэтому они являются конкурентами в этом плане. Просто мусцимол не имеет токсичных последствий при правильной подготовке сырья и хороших, адекватных дозах. А алкоголь даже в меньших дозах гораздо более токсичный, его продукты метаболизма потом повреждают нервную систему, и в отличие от мусцимола действует как депрессант потом. В этом плане, конечно, мусцимол гораздо лучше. Но и воздействие мусцимола связано не только с гамг-А рецепторами, и с Б, и в том числе с гамг-С рецепторами, потому что мусцимол еще и мягкий частичный агонист, то есть активатор гамг-С рецепторов, а плотность у всех и в амигдале, в аминдалевидном теле, и в других частях мозга, она очень разная. И, кстати говоря, отчасти это обуславливает и психотип человека. Михаил говорит, что он в основном невозмутимый, спокойный, как сонный или полудохлый лев, как Елена сегодня сказала. Мы с Еленой люди более тревожного склада характера. Наши пациенты, клиенты, они совершенно разные тоже люди. И характер у нас разный, и привычки разные, и метаболизм, даже, как это говорят психологи, занимающиеся вопросами мышления и социализации, кибернетический тип метаболизма, то есть усвоение и выдача информации. Усвоение и выдача информации обуславливается когнитивными картами и тем, как нейроны у нас работают с друг другом. То есть, по сути, как я говорю вам, зеленый, а что вы сразу представляете? У каждого разные когнитивные карты. Или, я говорю вам, машина, автомобиль. Вы каждый представили свой автомобиль. У кого-то красный, у кого-то грузовик и так далее. Вот это определенные ассоциативные поля. И они у нас у всех разные. Они тренируют разные части мозга. Кто-то более тревожный, кто-то нет. И плотность рецепторов разная, и натренированность рецепторов разная. И толерантность к веществам у всех разная, как и к алкоголю, например. Поэтому это может во многом обуславливать определенные эффекты. Потом я бы хотел сказать, что мусцимол же еще ингибирует монаминооксидазу. А монаминооксидаза – это очень важный фермент. Он регулирует разрушение дофамина, серотонин, норадреналина. А эти три медиатора являются ключевыми с точки зрения подкрепления, достижения, с точки зрения удовлетворения, с точки зрения ощущения счастья, расслабления. Особенно серотонин, норадреналин условно антиболевой эффект имеет и так далее. И поэтому длительное использование мусцимола, 2-3 месяца, как статьи антидепрессантов. Стандартный курс, в первую очередь серотониновых или трициклических. Серотонин, норадреналиновые, которые рецептурные, могут иметь определенные побочные эффекты. Вот малый, умеренное ингибирование МАО может дать очень серьезный, длительный антидепрессивный эффект. И это в том числе воздействует и на пятную систему, и на систему подкрепления удовольствия. Поэтому это объясняет потенциал отказа от зависимости разного рода. Но здесь я хочу вставить свои 5 копеек и сказать, что не все так радужно. И какой бы подход в конвенциональной общепринятой медицине, в натуропатии, в интегральной медицине, в новогерманской медицине или в шаманизме, или где-то мы использовали, если нету соответствия ценностям пациента, четкое принятие решения о том, куда я иду и как я за это несу ответственность, и установки на изменение представления о себе и четкое понимание, что я с собой делаю, если пациент не берет за это ответственность, то перекладывание на антидепрессант, на мусцимол, на мухомор, на ежовик, на что угодно, ответственности не поможет излечиться. И я хотел бы сказать, что да, мы можем уменьшить проявление симптомов. Как сказал Михаил, правильно использовать это как некий инструментарий, для того, чтобы помочь себе пересобраться и трансформироваться. Но я очень ограничиваю использование в своей практике таких вещей у людей, которые не берут ответственность за свою жизнь в полной мере, и которые пытаются идти по принципу. Боль, боль, утоляющая жар, жаропонижающая болят суставы, выключите боль в суставах, да, или там есть, соответственно, депрессия, выключите мне депрессию, добавьте мне стимуляторов и так далее. Это не работает в долгой дистанции, и какой бы замечательный природный, малотоксичный, правильно высушенный, подготовленный, соответственно, пищевой комплекс, добавка, БАД или лекарство было бы, это не заменит это. Ну, как бы да, это прекрасно, но хочу обратить внимание, я умным человеком образованным и тоже медиком в свое время говорил, не так давно, и ровно практически на эту же тему и теми же словами я ему объяснял про взятие ответственности, целеполагания, да, установку, он и сказал, ну и чем тогда твой, в общем, более-менее действительно слабый мусцимол на фоне таких вот мощных внутренних позывов вообще отличается от плацебы. И это был хороший вопрос, да, потому что, в общем, ну, это правда, что-то есть, да. То есть я как бы понимаю, что это не плацебы, и весь мой опыт эмпирически показывает, что это работает. Иногда даже без какого-то очень четкого внутреннего стержня, да, целеустремленности, даже самого малого дофаминового подкрепления, да, иногда хватает, чтобы все как-то там схватывалось, запускалось, шестерленки зацеплялись и ехало. Но вопрос хороший, да, согласитесь, Владимир, вопрос хороший. Вот, и, в принципе, потенциал человеческого мозга, сила его сознания, она действительно часто такова, что человек может придумать себе болезнь, там, да, или болезненное состояние, и может избавить себя от него вообще без чего бы то ни было, а только пользуясь собственными ресурсами, но это уже другая история, да, сегодня мы не об этом. Владимир, еще один вопрос к вам. Все-таки вы можете прямо четко нам сформулировать, кому нельзя? Просто так нельзя, там, при каких-то обстоятельствах, там, наркоманам, употребляющим какие-то лекарства, определенные, там, физиологические, биохимические состояния. Вот кому, с вашей точки зрения, точно не рекомендован микродозинг красного мукомода? Я однозначно считаю, что микродозинг не рекомендован людям, находящимся в состоянии наркологической зависимости, поскольку ингибиторы МАУ, даже мягкие, в том числе и мусцимол, могут давать парадоксальные лекарственные перекрестные реакции и могут вызывать серьезные симптомы при принятии других каких-то психоактивных веществ. Поэтому, если нет контроля со стороны и поддержки полноценной со стороны семьи, наблюдения профильным специалистам, психологической поддержки и полноценного ответственного лечения, я бы настоятельно и не рекомендовал ни безволи пациента и знания пациентам, ни самому пациенту, человеку использовать мусцимол, либо, соответственно, мухомор красный, тем более пантерный, если есть какой-то вариант воздействия психоактивных веществ. Раз. Второе. Не все антидепрессанты сочетаются с ингибиторами МАО, моноаминоксидаза, к которым относятся мусцимолы. Поэтому я бы был крайне осторожен без консультации с профильным специалистом в использовании пищевой добавки красного мухомора параллельно с какими-либо другими психоактивными, психофармакотроптическими средствами. То есть нейролептиками, антидепрессантами, транквилизаторами, анксиолитиками. Я считаю, что это требует серьезного изучения. И я бы, наверное, можно отдельно выделить серотониновые. Часть из них могут сочетаться с микродозингом. Но здесь очень есть большие нюансы. И надо сказать прямо, что с позиции серьезных контролируемых исследований не было серьезных больших наблюдательных исследований по фармакологической совместимости разных и природных комплексов, содержащихся в плодовых телах, и самого мусцимола, и его реакций, как они сочетаются с разными химическими веществами. Я был крайне аккуратен в приеме микродозинга мухомора, особенно с дозами его, при совместном приеме более двух антибактериальных препаратов, поскольку они могут влиять на систему цитохрома в печени, обменять метаболизм. И известно, что часть антибактериальных препаратов меняют, соответственно, активность вегетативных нервной системы, поэтому я был бы очень аккуратен. Но опять же, вот здесь надо смотреть. Ну, а так, учитывая, что это малые дозы при правильном использовании, меньше 400-500 мг за 12 часов, метаболизм достаточно быстрый, и воздействие на рецепторы очень мягкое. Сказать, что вот прям есть люди, которым прям супер нельзя, и вот прям жестко запрещено, в большой популяции, я думаю, нет. Ну и, наверное, ответственное использование любых пищевых добавок, БАДов или лекарств заключается в том, что для начала надо посмотреть индивидуальную переносимость. И мне очень приятно, что вы в лице фунгилайна даете такую возможность с тестовой капсулой, которая прикрепляется к банке этого, соответственно, пищевой добавки, чтобы можно было проверить свою собственную реакцию и так далее. Ну и я бы, наверное, первую неделю был бы аккуратен с точки зрения отслеживания реакции, отслеживания своих собственных ощущений по поводу этого. Спасибо, Владимир, на самом деле достаточно оптимистичные слова, вот Лену что-то еще хочет, поэтому... Да, я бы хотела прокомментировать, тут мы встаем на обсуждение сложной проблемы, потому что, с одной стороны, мы говорим, обсудите с лечащим врачом эту тематику, могу ли я использовать микродозы. С другой стороны, насколько я понимаю, 95% лечащих врачей, если их спросить, если это будете не вы, Владимир, а какая-нибудь Марья Ивановна в поликлинике, «А могу ли я принимать микродозы?», она скажет, конечно же, «нет». То есть большая часть врачей... Застрелитесь, да. Застрелитесь. Да, она просто не поймет, что это такое, и скажет, «Это ужас, и зачем это вообще нам нужно?» Это мы не знаем и не хотим. И, наверное, имеет смысл вот так вот изысканно, как Владимир, сказать, «А можно ли употреблять ингибиторы МАО?» Какие-то, какие-то, потому что если просто сказать человеку, «А могу ли я использовать мухоморы?», врач просто, во-первых, не имеет права рекомендовать, во-вторых, в основном он не знает, опасается, и просто вот консультация со специалистом, это значит, что вам просто не порекомендуют принимать. Ну, иначе непонятно как, или вам должно настолько волшебно повезти, что это будет специалист интегративной медицины, который заинтересуется, полезет, почитает, но думать, что это будет ваш специалист, что вам так повезет, это очень радужные надежды. Ищущий и добрящий. Да, скорее всего, специалист вам в лучшем случае скажет, что это очень недоказанно, это очень непонятно, я бы вам не рекомендовал. То есть, в большей части случаев так и есть. Нет, в моей практике были лечащие врачи, которые такие полезли, разобрались и осторожно рекомендуют, но это скорее редкость. Пока это исключение, конечно. Нельзя рассчитывать. То есть, мы вот этими словами проконсультируйтесь со специалистом, мы делаем что? Мы перекладываем ответственность на специалиста, но он совершенно не рад ее взять. Этот специалист... Нет, неправильно, Лен. Мы не перекладываем ответственность на специалиста, мы снимаем ответственность с себя. Но это то же самое. Это то же самое, но с моей точки зрения… Осталист может не взять переложенную на него ответственность на себя, а мы совершенно точно избавляем себя от ответственности. Я бы хотела обсудить еще очень важную тему по поводу людей с депрессиями, с какими-то тревожными ситуациями, которые используют, например, одидепрессанты-трентализаторы. Хорошо, Лена, одну стручку. Значит, давайте… Не-не-не, стоп, 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 стоп. Нет, стоп. Значит, идем блоками. Я ведущий, меня слушаем, пожалуйста, иначе удалю из зала. Итак, подводим резюмер по предыдущей теме. Предыдущая тема короткая у нас была «Кому нельзя и почему нельзя?» И, в принципе, мы выяснили, да, резюмирую для зрителей. Было много всяких разных слов сказано, сложных в том числе. Итак, глобально мусцимол не представляет на себя серьезные угрозы. Он не токсичен, в отличие от его родственников по рецептору ГАИНК, да, там того же этанола. И реальные угрозы для подавляющего большинства стандартных пользователей он не несет. При повышенной чувствительности к мусцимолу, например, из-за высокой концентрации соответствующих рецепторов, да, может наступить побочное действие, оно многообразное, и это так называемая неврологическая реакция организма, не настоящая интоксикация, не настоящее отравление. Это может быть диарея, в области ЖКТ любые какие-то проявления, да, газообразование и головные боли, да, вплоть до легкого эффекта расширения головы, какая-то дрожь и озноб и так далее, и так далее. Это не настоящее отравление. Это мозги говорят вам, парень, ты засунул в нас чего-то не то. Мы не понимаем, что с этим дальше делать, да, это что-то, несомненно, там, слабо психоактивное. Вот мы тебе таким образом через все эти треморы и проявления в ЖКТ и так далее тебе это сообщаем. Это не настоящее отравление. Еще раз, да, это так называемая нейрологическая реакция. Посмотрите, гугл в помощь, что это такое. Она всегда проходит, это очень важно. Она всегда проходит, да, совершенно верно и достаточно быстро. Как правило, испуганные родственники успевают отправить товарища в больничку, да, и бригада врачей скорой помощи успевает его туда довезти. Там уже, как правило, через час-два все приходит в норму, и это относится практически всегда к макро-дозированию. Макро-дозированию это, говоришь, потому что ты сейчас напугаешь микродозеров? Нет, это макро-дозирование. Значит, у людей с высокой чувствительностью такая, ну, сходная, да, менее выраженная, но в каких-то начальных проявлениях нейрологическая реакция может случиться и при микродозировании. Это, вот как мы сейчас выяснили, говорит об особенностях вашего устройства, да, биохимического плотности или физического плотности рецепторов. И, соответственно, вам надо просто или перетерпеть немножечко, да, когда организм привыкнет к этому с его точки зрения насилию, или существенно снизить дозировку и как бы вот потихонечку, маленькими шагами двигаться вперед. Это достаточно позитивная информация. Вот, и сейчас как бы две вещи у нас нарисовались, о которых, да, и мы установили, что категорически противопоказано, по крайней мере, с точки зрения официальной науки и медицины, да, в лице Владимира, он совершенно четко до нас донес все, что связано с зависимостью от серьезных веществ, да, наркомания, грубо говоря, и... Продолжающиеся, то есть неналечения. Неналечения, да, и серьезные антидепрессанты, да, и так далее, и так далее. Вот во всех этих случаях нужно как минимум донести до лечащего врача свои намерения, и было бы чрезвычайно, да, вы в своем праве, вам никто не может запретить, отнять, да, запереть. Вот, но как минимум ваш лечащий врач должен знать о том, что вы собираетесь заняться параллельным приемом микродозинга красного мухомора, для этой пищевой добавки, и очень хорошо бы, конечно, в этом случае наблюдаться. Плюс это не прозвучало, но я еще раз, я уже несколько раз про это говорил, хотел бы обратить внимание, что мусцимол, как психоактивное вещество, может послужить триггером, спусковым механизмом для тех, кто наследственно или как-то там генетически предрасположен к сизофрении. Да, такая статистика есть для, ну, грубо скажем, конопли, есть такая статистика для псевоцибиновых грибов, там в одном случае, по-моему, 8%, в других случаях 3% пользователей, когда они употребляют эти психоактивные вещества, у них срабатывает тот генетический пул минозамедленного действия, который в них сидит, и они уходят в какие-то шизоцепические, шизоидные, а то и реальные серьезные шизофрические состояния, которые могли бы и не случиться, если бы этот триггер не сработал. Поскольку мухомор и мусцимол, как применяемые субстанции, чрезвычайно молоды, официальной статистики по мухомору и мусцимолу такой нет. Но мы должны, как минимум, предположить и, соответственно, предупредить об этом, что такая реакция возможна, да, и если у вас есть подобные склонности, или тем более уже в начальных каких-то ранних или несложных проявлениях это присутствует, то, в общем, тоже очень известный, серьезный, прямо даже совсем, а не просто известный аккуратностью, нужно к мухомору и к его действующим веществам поотноситься. Да, Елена? Я бы хотела сказать, что эти 3,8% надо обратить внимание, что это не среди всех использующих, а именно использующих с этим генным комплексом, а то мы опять всех напугаем. Не 3% человечества, да, а 3,8% это не конопляры. Просто у тех, у кого есть этот генный комплекс встроенной шизофрении. То есть встроенная шизофрения может активизироваться. Но она может активизироваться из-за сложного экзамена, как я наблюдала в своей жизни не раз, и она может активизироваться из-за резкого стресса, например, тоже это случается. Не обязательно это химически индуцировано, этот ген может активизироваться совершенно разными. Ну да, все так, но между тем статистики есть, и мы предупреждены. Еще я хотела бы рассказать, что опасная очень вещь, которую часто можно видеть желание сделать, это когда люди, принимающие антидепрессанты или транквилизаторы, хотят перейти резко на микродозинг и бросить все предыдущие лекарства, которые имели большие неприятные побочки. Мы должны сказать со всей определенностью, что резкий отказ от принимаемых лекарственных средств может вызвать эффект отмены, и при этом даже с учетом, что мусцимол как-то может смягчать эти проявления, резкий отказ от антидепрессантов и транквилизаторов при переходе на мусцимол недопустим. В любом случае, нужно сделать медленно под наблюдением лечащего врача, Миша, не перебивай, это важная вещь, надо всем сказать, что ни в коем случае не нужно резко бросать антидепрессанты, это эффект отмены, это возможность психозов, и нельзя так делать, можно уехать в психозку. Ну да, все так, и теперь хотелось бы все-таки поговорить о перейти, и так сказать, мы весь негатив, наверное, который был возможен, так или иначе рассмотрели, и это неотменяемая вещь, да, действительно, но давайте перейдем даже не к позитиву, а перейдем к доказательной базе. Доказательная база воздействия мусцимола на организм животных и человека на самом деле достаточно обширна, она включает и старые исследования, действительно, 70-е, 80-е годы, и это понятно, да, общая психологическая активность и противовоспалительная антиоксидантная активность красного мухомора в 90-х активно исследовалась, потом было на 10 лет перерыв, вот сейчас снова хорошо активно исследуется противоэпилептическая активность, включая лекарственно-некомпенсируемую эпилепсию. Канадцы у нас в 20-м, по-моему, 21-м годах провели две серии клинических испытаний на крысах, это не касалось психологии и психотерапии, но ребята установили так называемое терапевтическое окно, да, отработали всю стандартную методологию по органам, системам, тканям, мозгам, репродуктивным, там, детенышей, аппетит, да, вот это вот все, что бывает, трупики все взвесили, все порезали, исследовали, железы, там, что угодно, состав крови, установили только всяческие позитивные штуки, и поэтому не зря уже два года как после этого, год после этого в Канаде красному мухомору внесен список лекарственных грибов и растений и рекомендован использование там в определенных случаях. В мире сейчас идут такие, так сказать, то, что в военном деле называется взять вилку, да, вот туда выстрелили, сюда выстрелили, все ближе, ближе, вот показано там позитивное влияние мусцимола на работу кровеносных сосудов печени, а вот показана его безопасность и даже полезность при эпилепсии, показано отсутствие какого-то токсического воздействия на ткани мозга при оперативном вмешательстве и искусственном внесении мусцимола, да, и, в общем, я могу прямо открыть, почитать вам статьи, но мне бы не хотелось это делать. Мне бы хотелось, чтобы Владимир сейчас более научными и правильными, я стараюсь говорить так, чтобы вам все было понятно, Владимир сейчас скажет, может быть, не совсем как понятно, но как правильно, да, в первую очередь для того, чтобы немножечко перевоспитать своих коллег, да, врал Владимир, потому что мы на самом деле все находимся на позициях доказательной медицины, у нас, может быть, разное мнение о том, какая, как именно доказательность, какой, да, она должна быть, и что она должна доказывать, и какими методами, но тем не менее. Вот, и в том числе я бы попросил кратенько разобрать тот самый наш недоклинический эксперимент, я его так называю, да, потому что он не был опубликован, и охарактеризовать вот воздействие мусцимола с точки зрения контакта с психологом-психотерапевтом, да, на что в основном было направлено исследование и так далее, и так далее. Вот, Владимир, если можно, даже не краткий обзор литературы, нет смысла называть авторов фамилии, да, статьи, там, названия журналов, кому будет интересно, можем дать ссылки, все равно их никто не прочтет, да, но дать можем. Вот, пожалуйста. Я хотел сказать, что когда я увидел, что, в общем, это социальное явление, да, и что это по меньшей мере надо изучать, я, конечно, полез в наукометрические базы данных, и я очень с большим удивлением узнал, сегодня утром повторил эту акцию и посмотрел, что с середины 20 века по 23 год в популярных научно-метрических базах данных, научно, где только рецензируемые статьи на научных журналов, тезисы различные, с конференцией, почти 7 тысяч статей про исследования в области мусцимола, его влияния и связи с этим. В российских наукометрических базах, конечно, потому что не все отцифровано, немножко поменьше, но это сотни статей. И меня очень привлекли статьи, например, которые звучат так, что доказан не только неврологический и психиатрический эффект мусцимола, но и также протективный эффект мусцимола на системный воспалительный ответ, и различные варианты токсического воздействия ввиду активного холинергического влияния, то есть через ацетилхолин и через гамборецепторы, вот эти вот гамкорецепторы. И это говорит о том, что действительно эти природные комплексы, и это вещество как таковое, и, наверное, мухоморов в целом красный есть, он действительно обладает огромным потенциалом, который мы еще не дораспознали до конца. И второе я хотел бы сказать, продолжая повествование Михаила по поводу канадцев, а в российскую фармакопею, насколько мне известно, уже давно входит, соответственно, красный мухомор. Да, но, к сожалению, Владимир, я прошу прощения, вынужден уточнить, и неприятно уточнить для себя, как гомеопатическое средство. Ну да, это другое дело, но поскольку фармакопея – это собрание нормативных документов и статей фармакопейных, которые регламентируют возможности производства лекарственных средств, требования к лекарственному средству и так далее, это значит, что, в принципе, фармация в широком смысле видит и знает о существовании этого вещества, и, значит, мы можем это использовать и с точки зрения медицины, например, и с точки зрения вообще, в принципе, в России, слава богу, это вещество и грипп на сегодняшний день, на 2023 год, на середину года, не контролируется. Ну и, соответственно, если переходить к лечению и к доказанности, когда я познакомился с Михаилом и Еленой и с командой, в общем, людей, ищущих, изучающих и делающих дело честно, правильно, как я это вижу, специалистов Унгилайн, я, в общем, немножко, так сказать, наехал, будучи там доцентом университетским, я так на Михаила поднажал, и, в общем, мы так, не переходя на конфликт, но так, в общем, с друг другом немножко пободались, потому что я человек, который старается делать свою практику и осваивать мир с позиции научного мировоззрения, мне, конечно, когда кто-то что-то заявляет, у меня вопрос сразу, а где ваши доказательства, и, в общем, на что аккуратно, медленно, не торопясь, аргументированно, Михаил предоставил мне научный литературный обзор, а дальше, с некоторым сожалению, потому что это пока не опубликовано, можно сказать, это практически препринт, результаты протокола, и сам протокол, не побоюсь этого слова, двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования. Называется официально это исследование, двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности приема пищевой добавки мухомор красный инактивированный пищевой в капсулах у пациентов с генерализованным тревожным расстройством. И тут важно сказать следующее. У нас есть так называемый пирамид доказательности. То, что самое недоказанное, это, в общем, обыденная практика. Вот делали, заметили, использовали. Следующий этап уровень – это клинические исследования, проведенные в пробирках, что в пробирке одно вещество с другим выделено, оно как бы есть, что-то с друг другом взаимодействует, очень хорошо, реакция идёт. Следующий уровень – это, в общем, на биологических моделях. Чаще это лабораторные животные, например, крысы или мыши. Дальше уровень – это здоровые добровольцы, серия случаев наблюдения. И это хоть какой-то клинически допустимый уровень доказательности, чтобы как-то это в медицине человеческой могло как-то использоваться. Дальше следующий уровень – это контролируемые испытания. В идеале это должны быть когортные группы, которые контролируемо наблюдаются до и после лечения. Дальше, чтобы проверить, насколько этот препарат превосходит плацебо, то есть пустышку, а не просто ли это самоубеждение или что-то другое, какие-то биологические другие механизмы, рекомендовано всем мировым сообществам, научным аппаратам, регуляторами, то есть Минздравами или FDA в Америке или различными фармацевтическими регуляторами во всех странах мира проводить рандомизацию. То есть берётся группа пациентов и рандомизируется случайным образом с помощью генератора случайных чисел на первую группу, которая принимает препарат, и на вторую, которая принимает пустышку, то есть плацебо. И сравнивается, какое расхождение идёт. Если расхождение меньше процентов или 10-15%, в общем, говорится о том, что плацебо-порог не пройден, и, скорее всего, либо такая методика или концентрация, или подбор пациентов, или вот такое вещество не работает, не превосходит плацебо, значит, в него не надо вкладываться, оно имеет низкий уровень доказанности, и, скорее всего, в этом варианте за ним мало что стоит. В идеале, чтобы ни пациент не знал, получает он пустышку или препарат, и ни врач не знал, чтобы не было возможности манипулирования эффектом на этапе сбори-дана. Если и врач, и пациент не знает, но при этом при всём пациент подписывает информированное согласие на участие в исследовании, это двойное слепое исследование. Сейчас, в 21 веке, появились уже тройные слепые рандомизированные исследования, когда даже группа статистиков не знает, в группе А или в группе Б действующий препарат отдаёт сухую выдержку людям, которые контролируют эксперимент, чтобы даже они не могли никак манипулировать цифрами. Ну, вот такое плацебо-контролируемое исследование эффективности было применено, соответственно, врачами, которые сотрудничали с Михаилом Еленой, с Фунгелайн. Цель исследования были изучить, как мусцимол, содержащий пищевая добавка кладовых тел мухомора красного, воздействует на пациентов с клинически подтверждённым генерализованным тревожным расстройством. А здесь мне важно сказать, что это самое часто встречающееся в практике медицинской и в практике психолога, и в практике психотерапевта по рядом данных разных исследований расстройства. Только на следующем уровне уже идёт депрессивная, а тревога из депрессии тоже очень частая история. И было отобрано, плановый размер выборки было больше ста человек, и были, конечно, правильно продуманы критерии, кого включать, кого нет. Ведь тревожность может быть связана, она может быть не быть тревожным расстройством, и тревожный синдром может быть результатом подлежащих соматических причин, то есть телесных расстройств. Поэтому не брались люди с гипотириозом, с гипертириозом, то есть изменением щитовидной железы. Пациенты с анемией были исключены, поскольку кислородное голодание, так вот бытовым языком сказать, и недостаточность гемоглобина обменных процессов может напрямую влиять на наличие тревоги. Заболевания печени были исключены, заболевания средств сосудистой системы. И был режим приём одной капсулы утром пищевой добавки мухомор красный инактивированный пищевой в капсулах, и одна капсула, соответственно, либо одна капсула плацебо. И тот, и тот препарат принимался два раза. Ну и, соответственно, в амбулаторных условиях пациента контролировали и его диагностировали перед началом исследования. Если он удовлетворял критериям, включали на основание добровольно-информированного согласия, и после завершения курс приёма, и рассчитывалось о том, что эти пациенты будут наблюдаться в течение шести месяцев. Диагноз ставился на основании консультации медицинского специалиста, дипломированного, сертифицированного. Соответственно, использовались международные критерии установления диагноза тревожного расстройства, и по классификации международной болезни МКБ-10. Это классические вопросы, которые есть во всех опросниках. Я вот рекомендую, в частности, если вы беспокоитесь о своём душевном и психическом здоровье, можно использовать госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Простой очень опросник, каждый его может сам заполнить, получить баллы и посмотреть, есть ли риски или признаки генерализованного тревожного расстройства, либо депрессивного. Это очень простой инструмент. Такие вопросы были применены, а также было применено критерии DSM-5, это другая альтернативная классификация, где также клинически значимый дистресс и функциональное ухудшение состояния, отслеживались на основании структурированной беседы и правильных вопросов, заданных наблюдением за пациентом. Ну и, соответственно, вне зависимости от приёма пищи, пациенту было предложено капсулы принимать. Дизайн исследования был связан с тем, что врач-исследователь проводил рандомизацию путём присвоения номера упаковки с пищевой добавкой на основании национального российского ГОСТа по статистическим методам. То есть весь статистический аппарат был правильно использован. Ну и, в общем, по итогам исследования людей в возрасте от 18 до 45 лет были получены очень интересные данные. Ответ на терапию в группе мухоморного микродозинга, вот этой пищевой добавки, был более 50%. В плацебо-контролируемой группе ответ на терапию был меньше 50%, составил 22% до 50%. И, соответственно, 78% не получили никакого эффекта в группе плацебо, и эффект был умеренный в группе мухомора около 50%. Таким образом, мы видим, что по эффекту, который был оценён и специалистом, и по разным опросникам, которые использовались у пациентов, более половины получили эффект, и хоть хороший. И у этого группы людей при сравнении с плацебо-контролем, превосхождение этого уровня было больше, чем на 22%. То есть плацебо-фильтр однозначно пройден. Была также оценена ремиссия генерализованного тревожного расстройства, насколько она была длительной, полноценной и так далее. В группе мухоморного микродозинга полноценная ремиссия и ответ на терапию с точки зрения полноценной ремиссии 23%. В группе плацебо-7 это расхождение статистически достоверное и значимое. И, в общем, можно сказать, что здесь по этому показателю тоже плацебо-контроль был пройден. Хочется сказать, что в клинических рекомендациях по лечению генерализованного тревожного расстройства указано, что психофармакотерапия, то есть воздействие лекарственным веществом, это далеко не единственный, не самый главный метод лечения генерализованного тревожного расстройства. Но даже с позиции, если использовать только его, цифры говорят о том, что эффект значимый. По сравнению с транквилизаторами, в общем, сопоставимый, как по меньшей мере. И что касается психотерапии, должна быть использована по клиническим рекомендациям, еще и поддерживающая психотерапия. И этому исследованию плацебо-контролируемую идет в пандан, в доказательство дополнительное, комплементарное, то, что пациенты многие отмечают улучшение прохождения когнитивно-поведенческой гештальтерапии или любой другой психотерапевтической помощи разговорными методиками в сопровождении с транквилизаторами или красным мухомором. Поэтому, заканчивая комментирование этой исследования, я хочу сказать, что первое, однозначно клинический эффект в контролируемом эксперименте доказан на уровне плацебо-контролируемого эксперимента. Пока это не мультицентровое исследование, и это не исследование, которых было бы десятки, и на основании их можно было бы сделать мета-анализ и выйти на топ уровня доказательности. Но это очень предтоповый уровень. Пока эти результаты доступны в качестве припринта, и вот на этой площадке в том числе и с международным сообществом, и с обывателями мы делимся этим исследованием. И очень хочется верить, что они, в общем, дойдут и до печати в рецензируемых журналах рано или поздно тем или иным способом, поскольку как бы эта информация, по идее, должна лечь в основу и в будущих исследованиях в том числе. Но однозначно точно работает, однозначно точно плацебофильтр пройден, и точно, однозначно, в общем, есть потенциал достижения ремиссии не сильно меньшей, чем у других видов более даже иногда токсической терапии. Владимир, спасибо за такую оценку. Это очень приятно было услышать. От себя на примитивно-практическом уровне я добавлю, что одним из ценных, на мой взгляд, результатов этого исследования было подтвержденное наблюдение, что в первые две недели более активно и продуктивно МОСЦМО позволяет в сравнении с плацебо-группой установить продуктивный контакт пациент-психотерапевт-психолог. Это очень важно, потому что если на первом этапе даже на личностном уровне такое взаимодействие не сложилось, или тем более если идет отторжение, то часто психотерапия в дальнейшем испытывает известные трудности. А пищевая добавка РЭД-МИКРО за счет наличия в ней МОСЦМОЛа именно в первые две недели позволяет максимально эффективно установиться вот этому контакту, этим доверительным отношением между специалистом и пациентом. И это как раз способствует и дальнейшему ремиссии, и вообще успешной терапии в целом, и так далее, и так далее. Там была парочка графиков, даже специально была нарисована для этого. На самом деле Владимир говорил все то же самое, я просто от себя немножко добавил более простыми словами. Ну, спасибо за такой обзор. Действительно, доказательная база позитивного, безопасного и нетоксичного воздействия МОСЦМОЛа совершенно разноплановая, она очень велика. И мне странно, что отечественные специалисты в общем то ли намеренно игнорируют, то ли ленятся просто залезть, грубо говоря, и посмотреть, а как там, чего обстоятельства с середины прошлого века и вот до наших дней. Каждый год выходит несколько десятков, как минимум, статей, посвященных воздействию МОСЦМОЛа и на человеческий организм в плане биохимии и физиологии, и в плане психическом, психологическом. Вот поэтому, ну, как бы просто знакомься с базы и делаю выводы. Да, Лена, да. Я бы хотела сказать о том еще, что наши токсикологи, во-первых, говорят, что в мухоморе, во-первых, еще присутствует иботеновая кислота на определенный токсин, и также современные токсикологи, они не знают, что МОСЦМОЛ безопасен. Они считают, что иботеновая кислота точно токсин, и страшный токсин, и она обязательно есть. Это не я говорю, это они говорят. И они также считают, что МОСЦМОЛ также токсичен. У них нету современных данных, что МОСЦМОЛ не токсичен. То есть они считают, ну, в общем, они считают, что мухомор яд по-любому, поэтому глупо его вообще-то использовать. То, что он действует лучше, чем теркулизаторы, потому что вот эти вот психологи говорят, что если антидепрессанты имеют в среднем больше побочных эффектов, то есть падает либидо, ухудшается действие ЖКТ, общий упадок сил часто, бывают у антидепрессантов какие-то там прочие побочки, но у них в среднем меньше привыкания к ним. То транквилизаторы, несмотря на то, что побочек как таковых у них меньше, чем у антидепрессантов, но привыкание к транквилизаторам достаточно серьезное, и транквилизаторы к ним привыкание практически как к наркотикам. Эффект отмены очень тяжелый, и нужно понимать, что при, может быть, аналогичном действии транквилизаторам у мухомора эффект отмены, он гораздо ниже, его практически нету, и мы его не наблюдаем, так скажем, может быть, у кого-то он опять же есть, потому что мы видим, что он работает полиморфно, но в любом случае он меньше, чем у транквилизаторов. Вот, опять же, нужно понимать, что количество исследований у мухомора гораздо меньше, если, когда человек назначает те же транквилизаторы, те же антидепрессанты, он опирается на мировой опыт научный, который что-то показывает, что да, есть побочки, да, есть что-то, но они, по крайней мере, известны и изучены. Вследствие малоизученности до сих пор мухоморы, конечно, несколько страшновато им его рекомендовать, потому что, действительно, изучен он гораздо слабее. Но меньше и деньги вложены, меньше и транквилизаторы. Да, но ведь и транквилизаторы когда-то начинались и применялись впервые, и не было никакой базы, да, то есть это как бы естественный путь любого вещества. Да, конечно, но здесь я объясняю, почему так происходит, почему такой взгляд и почему такое есть общее настороженное и неприязненное отношение. Конечно, отчасти это еще от впитанного с молоком матери впечатления, что это ядовитый грипп, и что в нем может быть хорошего, и что довольно странно его употреблять. Даже к, так сказать, другим энтогенным грибам нету такого барьера, потому что никто в детстве и не объяснял, что вот съешь эту поганку, и с тобой будет что-то страшное. Ну да, съешь псилоцид и полуланцетовидную, да, ни один родитель, ни к одному ребенку не обращался. Ни один родитель никогда. С словами, если ты съешь псилоцид и полуланцетовидную, то тебе стоит плохо. Ну, почти все говорили, что красный мухомой страшные ядовитые гриппы. Это отдельная история, да, уходящая корнями в глубокую древность. И мы можем рассказать, почему это произошло, про табуированность, про религию, почему так произошло. Поэтому токсикологи тоже понимают, но токсикологи еще чуть-чуть подменяют понятия, говоря, что сближая макродозирование и микродозирование. Они говорят… А все сближая красный мухомой и бледную поганку, они прямо так и говорят. Ну, это тоже. Но это совсем люди неподготовленные, но даже подготовленные токсикологи, когда они оперируют понятиями об отравлении, они всегда говорят о макродозировании и чуть-чуть подменяют понятия, говорят, что, ну, вы же видите, что будет, если съесть много. Но они при этом не говорят, что будет, если съесть много того же транквизатора или если съесть много того же снотворного. Мы знаем, что если съесть, например, 20 пилюль какого-то снотворного, понятно, что с нами произойдет. Все фильмы об этом. Но они никогда не говорят, что это значит, вы не употребляете снотворное, потому что оно опасно в больших дозировках. Да, есть там какие-то дозировки, есть какие-то опасные дозы, но мы понимаем, что все-таки есть и полезные дозы. Так, ну давайте, да, сейчас я скажу о Владимире тоже по этому поводу. Вот смотрите, давайте отрасываться навсегда, да, Владимир там сейчас подтвердит или опровергивает. Значит, опасные вещества красной мухоморы. Мустамол мы сразу выводим за скобки, познакомьтесь с любыми современными исследованиями, вы увидите, что это не токсин, не нейротоксин в том числе, он абсолютно безопасен, да, он может вызвать нейрологическую реакцию, но это опять-таки не опасно. И это быстро проходит. Значит, вещества, которые инкриминированы красной мухоморы, это и ботеновая кислота, предшественная к мустамолу, и мускарин. Значит, ботеновая кислота, она обладает легкой, очень легкой психоактивностью, гораздо меньше, чем мустамол, и она обладает действительно некоторой нейротоксичностью, но надо иметь в виду, что, во-первых, эта нейротоксичность не прямая, она выражается косвенно и происходит потому, что через там несколько ступеней биохимического воздействия и ботеновая кислота повышает синтез оксида азота, да, оксид азота – это опасная штука, вызывает всякие там разрушения процесса, и Владимир, если захочет, какие там они плохие внутриклетки идут, он об этом расскажет. И если вы внимательно присмотритесь к вот этим ключевой аббревиатуре LD50, то на самом деле этой ботеновой кислоты нужно дохренище, чтобы она повысила этот уровень синтез оксида азота, выделение его, да, и принесла реальный вред, начала повреждать нервные клетки, столько просто ее нет в красном мухоморе в целом, и уж четырежды, вообще многократно, нету в пределах вот этих двух несчастных капсул мухоморного микродозинга. Прошу прощения, перевозбудился. Даже если грипп достаточно плохо детоксицирован, а уж если он прошел все положенные стадии подготовки, то как бы просто не о чем говорить. Это уже не ботенка, а гомеопатия и ботеновой кислоты. Второе действующее вещество – это мускарин. Мускарин действительно всегда присутствует в красном мухоморе, хотя подговаривают, что в Германии и Японии есть без мускариновой популяции, но это скорее исключение. И, собственно говоря, это вещество впервые было выделено в конце XIX века из красного мухомора и получило по нему название аммонита мускария – мускарин, соответственно. Так вот, это было большое чудо, биохимическое, потому что с учетом тех методов аналитики, поймать, установить структуру и все прочее, вещества, которые реально находятся в наноколичествах. Десятитысячные доли процентов мускарины содержат в красном мухоморе и уж абсолютно точно вообще ни на что не влияют. Есть реально опасные грибы, которые, собственно, вот тут идет сплошная путаница, это путает всех, врачей, токсикологов, там всех в том числе, потому что симптом, который назван мускариновым, да, по отношению к красному мухомору, это неправильное название, от того, что красный мухомор не дает мускариновый синдром, да, вот это воздействие на нервную систему, да, и так далее, и так далее. Есть действительно грибы с высоким содержанием мускарина, это волоконницы родственники паутинников, это токсичные ядовитые говорушки, там белая, восковатая, и так далее, и так далее. Вот там, да, там ты их съел, и у тебя все, и вот у них этот синдром называют судариновым, да, потому что человек начинает там холодеть, обильно потеть, вот это все воздействие на нервную систему, вплоть до остановки дыхания, да, и так далее, и так далее. Это судариновый синдром, который надо было бы назвать мускариновым, который назван на самом деле красный мухомор, который, ну вот, даже не буду вас в это погружать, да, но, короче говоря, почему мускарин, да, дело в том, что любыми, даже самыми элементарными методами анализа, кромотографии, там, чем угодно, мускарин даже в нано-количествах идеально выдергивается. Его очень просто установить, даже в абсолютно крошечных количествах, вот, и поэтому, да, действительно, он всегда отмечается, его наличие в красном мухоморе, и кажется, что, ну, то есть, раз он там есть, и дальше вот эта вся история раскручивается. На самом деле, да, он там есть, и установить его наличие чрезвычайно просто, вот, но, это не значит, что его там много, и он хоть как-то работает. Его несравнимо меньше, чем абортеновой кислоты, да, то же самое, вот, и даже при приготовлении препаратов с красным мухомором, их даже не надо, не надо даже задумываться, как их детоксицировать в плане мускалина, потому что его и так там настолько мало, что он просто не в состоянии дать какой-то там фармакологический эффект. Это фармакодинамика, фармакокинетика и так далее. Вот недавно, недавно, два года, да, институт там физии, какой-то там физики и электрохимии имени Фрункина, да, там идут, мы с Леной, или я сам, постоянно участвуем в заседаниях с криминалистами, с экспертами, с токсикологами, которые, значит, вот даже там возник сейчас вопрос и предложены новые методики, как установить отравление красным мухомором, да, и раньше тестером был именно мускалин, а потом до ребят наконец дошло, что мускалин вовсе не является тестером для именно красного мухомора, потому что оказывается, мускалин примерно в таких же количествах содержится в огромном числе обычных видов съедобных препаратов, в сыроежках, в белых грибах, в подосиновиках, в лисичках, да, в осенних опятах и так далее, и так далее, никто про это не задумывается, это такие же нано-количества, которые и в красном мухоморе есть, но люди понимают, да, что если человек там отравился, я не знаю, подосиновиками, всякое бывает, да, и показан мускалин, а он вылезет из них, из белых вылезет мускалин, то как бы это может навести наложенный след, и вот теперь уже отработана окончательная методика, именно в плане мускалин, потому что мускалин является отличным маркером рода аммонита, то есть конкретно мухомора, и если в пробе там мочи, крови, да, и еще какие-то анализы всплывает не мускалин, а именно мускалин, то да, вот теперь мы говорим точно, что это было там красное, пантерное, еще какое-нибудь, в других странах мира могут быть нюансы, потому что тоже Япония, например, живет рядовка, она так и называется, рядовка мускалиновая, в ней тоже есть мускалин, да, ну, неважно, то есть вот, даже это, да, необходимость выработки новой методики в официалах для создания методичек, рекомендательных для лаборатории, криминалистических, психологических и прочее, говорит о том, что мускалин, это не история красного мухомора, да, то есть она его, она подтверждает не только его, эта история мускалин, и мускалин в нем так мало, что не имеет значения, где и как он знает, вот, то, что я хотел сказать про реальные токсины красного мухомора и тем более применительно к микроблодингу, то, что там, ну, вот, это гомеопатия, да, Лена? Очень хорошо рассказал, мне кажется, здесь было бы хорошо показать твою книжку вместе с Андреем Алтиери про синдромы отравлений, определитель, есть она у тебя, может, ты ее покажешь? Ну, просто действительно, мне кажется, что вот эти вот сложные все синдромы отравления, что вроде как где-то мускарин, а где-то мускариновый синдром, если люди захотят разобраться действительно в этих синдромах, какие синдромы вызывают, какие вещества грибов, это небезынтересно и, наверное, полезно. Все-таки у Миши вышла книжка с нашим соавтором Андреем Алтигери. Ой, Владимир, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо. Из всей нашей замечательной аптеки, аптеки, библиотеки. Из аптеки, библиотеки, да. Вот посмотрите, там есть, во-первых, ключ-определитель, по которому можно определить по симптомам вот эти вот синдромы отравления, и здесь именно не по видам грибов сделано разделение, а именно по синдромам и можно понять, какой может быть грипп или вот группа грибов, если у вас холодеют ноги, там, не знаю, рвота, тошнота или там какие-то веселые какие-то мысли возникают, вот какими грибами это все может быть вызвано и как от этого можно лечиться, чем и каким образом. Мне кажется, это очень хорошо. Это очень научная книжка, она научная. Книга хорошая, на самом деле, главную ценность в ней представляет 5 или сколько там, 6-7 страниц, которые, собственно, реально определитель, да, когда вы идете к симптомам. Ключ-определитель, я могу, да, и там вся химия нарисована, там все очень хорошо, единственное, я хочу сказать, что когда эта книжка была сделана, я попробовала сделать рассылку по кафедрам, я отправила в склиф, еще в какие-то там, токсикологические институты, письмо, что, ребят, мы сделали такую классную книжку, если вы хотите, мы ее, да, там картинки есть, да, мы ее бесплатно вам пришлем. В 5 или 6 институтов я отправила такое письмо в секретариат, что хотите, мы пришлем бесплатно книжку, потому что это вам формат. Ни один институт не запросил эту книгу, хотя мне казалось, что обязательно люди захотят и возьмут, и это будет очень полезно, но нет, ни один такой вот институт, потом уже какие-то люди, причем из регионов, и вот на этих конференциях, когда мы эти книги приносили уже на конференцию, люди могли полистать, то уже именно люди, которые работают, токсикологи, именно работники, они просто эти книги расхватывали, мы их дарили, они были очень рады, но именно на каком-то высоком уровне нет интереса. Но официальные пути не работают, зачем вам эти книги. Да, Владимир. Я хотел бы, продолжая вопрос про токсичность, раз уж мы говорили о, соответственно, мускарине, ко всему прочему, добавить, что для меня, как для врача, очень важно, а вещество, оно на каких полях в организме действует. И мускарин, исходя из того, что я, мне известно, известно токсикологическому миру, он является четвертичным амином, молекула крайне сложная, она не проходит гематоэнцефалический барьер. Поэтому она не может дать серьезное повреждающее, даже в этих микродозах, супернано, пикэффекты, дозах, она не может дать никакого серьезного токсического влияния на головной мозг, а те минимальные количества, действительно, которые могут воздействовать на М-рецепторы, периферические, они, в общем, будут компенсированы естественные активации симпатической нервной системы в большинстве здорового человека или там без серьезных дисбалансов. А по поводу, значит, соответственно, влияния муссомола и других вещей, я хотел добавить очень важную вещь по поводу ибопантеновой кислоты, значит. она является очень важным стимулятором рецепторов глутамата, так называемых НМДА-рецепторов, метилоспортатных рецепторов, они стимулирующие действия имеют. И в этом плане как бы не очень бы хотелось иметь такие лекарственные препараты, которые вообще воздействуют на эти рецепторы, потому что их биохимия очень своеобразная, и нам в большинстве случаев, в общем, это, как правило, лишнее в медицине. Вот мне, как практикующему специалисту, вот, и в этом плане я обращаю внимание на широкую аудиторию обывателей, что очень важно, даже учитывая, что это маленькое количество этой кислоты, и, в общем, она будет метаболизирована организмом, но все равно, потому что содержание веществ в любом лекарственном сырье зависит от ареала, освещенности, климата, всего остального. Если это там на солнечной полянке высокогорье, это один будет мухомор, если это в лесах около болота, где темень, это другой будет мухомор, это очень важно. Поэтому я бы очень рекомендовал быть осознанными в плане методики подготовки сырья, если вы этим занимаетесь самостоятельно. Вы, как бы, имеете право делать в рамках законодательства все, что вы хотите со своим телом, да, это, как бы, понятно. Единственное, чтобы вы это делали осознанно, я очень к этому призываю, да, как думаете, что вы подготавливаете, как вы кладете себе в рот, будь то это продукт или лекарственное вещество. И очень важно, чтобы была правильная сушка, правильная подготовка сырья, и мне очень приятно, что вот когда я так наезжал на Михаила, он рассказывал и говорил спокойно, мы контролируем, мы, соответственно, разные партии сравниваем, мы делаем адекватный анализ и концентрацию, еще есть еще и обработка ультразвуком и правильная сушка. То есть, если сырье правильно подготовлено и собрано, можно говорить о том, что оно будет и правильно действовать при нормальных адекватных дозах и при ответственном отношении. В этом плане вот то, что я хотел сказать об антеновой кислоте и рисках. Да, так в плане небольшого лаверды как практик я уже, по-моему, рассказывала, но еще раз расскажу, что я регулярно сталкиваюсь с вопросами, а вот мне что-то стало нехорошо от микродозинга, что мне делать? И с какого-то момента я стала спрашивать, наш ли это микродозинг, или человек сам что-то приготовил, получил что-то не то, и он к нам обращается, а у меня, значит, это холодный пот, неужели что-то с человеком не так? И практически все вот такие вот вопросы, они заканчивались тем, что нет, это не ваш, но какая разница? Вот что, ну, все равно же этот микродозинг, тот, этот, я сам насушил, или парень какой-то мне дал, или где-то я купил еще, поэтому нужно понимать, что все-таки надо относиться взвешенно к приобретению, и если даже вы сами делаете, нужно все-таки изучить матчасть и делать это аккуратно, правильно. Вот, еще я бы хотела поднять тему, раз уж я говорю про неприятные вещи, нет у нас еще человека, картинки, который бы был антагонистом нас, вот, многие говорят, что мухомор плохо влияет на печень, ну, потому что, если какой-то токсин, конечно же, он должен вредить печени, поэтому еще многие говорят, что мухоморы вот плохо влияют, разрушают на печень, не знаю, где они это взяли. А этот миф, что грибы вообще тяжелая пища, они все на печень плохо влияют? пища, пища само собой, но просто, что мухомор, вот я сталкивалась не раз, вот, ну, потому что я регулярно полемизирую с противниками, поэтому вот тот миф, что мухоморы разрушают печень, он повсеместен. Где они это взяли, непонятно, наверное, это через бледную поганку пришло, что, наверное, аммонита, наверное, как бледная поганка разрушает печень, наверное, токсины, наверное, печень. Вот я бы хотела поговорить уже с Мишей, пусть Миша расскажет про воздействие мусцимола на печень, где есть реально научные статьи. Так, а вот я прямо предчувствую это, я вот сейчас одну секунду, так, смотрите, вот, мы не договаривались, не, нормалек, я говорю, мы не договаривались, но я же хорошо знаю свою жену, да, поэтому вот я полез уже сразу в доказательную базу, я знаю, что-то спрощит. Итак, братская могила соавторов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук, все китайцы, 2017 год, protective roles of hepatic GABA signaling acute injury of red. Так, короче говоря, давай по-русски, а для желающих мы в, я думаю, в описании. Значит, американский, смотрите, да, это мы в видео вклеим прямо эту шапку статьи, чтобы было видно, американский журнал физиолога гастроинтестинальной печеночной физиологии, ну, примерно перевожу, да, значит, 2017 год, выпуск 312, скобках 3, страница 208, 218. Значит, здесь большой эпстракт такой, ну, вот, смотрите, значит, среди прочих, показанных в работе результатов, китайские исследователи установили, что лечение мусцимовым уменьшало образование псевдомобильных протоков и расширение гепатоцитарных, Владимир, я все должен срочно прокомментировать, гепатоцитарных канальцев у крыс. Установлено, что активация внутрепеченочной гаммкергической системы мусцимола защищает печень от токсического повреждения. Таким образом, красный мухомор в терапевтических дозах является гепатопротекторным, защищающим печень от токсинов, компонентом. Пожалуйста. Давай еще пару слов. Я вот вклинюсь. Насколько я понимаю, я читала эту статью, и там они вроде вредили печени какой-то гадостью и добавляли мусцимол как возможность гепатопротектора, как печень при токсическом воздействии, при участии мусцимола восстанавливается быстрее. То есть я перевожу на русский язык, насколько я понимаю. Правильно, Миша? Нет, я просто зачитал, а о комментариях я жду вопросов. Владимир, теперь вы. Я просто перевела. У этой же группы исследователей в следующем году, в 2018-м, в журнале «Прикладная токсикология» была статья очень интересная, где они описывали различные варианты протекции, то есть защитной роли различных вариантов кислот и не только мусцимола в принципе. То есть эта группа изучает вопросы гепатопротекции, то есть защиты печени от повреждающих разных токсинов и так далее. Есть различные механизмы, как печень повреждается. Как правило, это связано с накоплением токсических веществ, которые ферментная система не может переварить, простым языком стараюсь это говорить, и соответственно, либо ухудшение оттока желчи и продуктов метаболизма в желчные каналицы. И печёночная балка, структура печени выстроена так, что там есть кровоток, там есть лимфоток, есть желчий ток. Так просто, да? И, соответственно, должно быть баланс между этими тремя вещами и работа ферментов не должна быть перегружена. Так вот, оказывается, что если воздействовать на габа-рецепторы агонистами, например, мусцимол является агонистом, гамк, или по-английски габа-рецепторами, то усиливается роль внутриклеточных сигналов, которые увеличивают защиту собственных клеток от воздействия токсинов. И это предусмотрено природой, когда в стрессе активируется симпатика, что-то случилось, а потом в состоянии отдыха на парасимпатике необходимо себя залечить. Это природные механизмы. Просто они на более тонких клеточных уровнях, они расшифрованы. И, соответственно, вот на крысиной модели на лаботорных крысах это было доказано, это было доказано на этаноловых моделях. И, в общем, показано, что с этих позиций можно сделать прикладной такой вывод, что мусцимол уж никак не может быть токсичным веществом для печени, если, конечно, он не принимается в килограммовых дозах, а это сколько надо съесть грибов, какое количество корзин этих грибов, чтобы вообще такое просто нереальное через ЖКТ пропустить. И второй момент, я хочу сказать, очень важный. Состав большинства грибов, ну, во-первых, большинство грибов, они же связаны с хитином, у нас нет хитиназа, соответственно, клеточные стенки и структуры плодовых тел не могут быть расщеплены полностью, поэтому в идеале это должно быть сырье перемолотое, поэтому люди, которые говорят, что терапия грибами невозможна, поскольку мы не расщепим, как организм биологический, не достанем оттуда действующее вещество, пожалуйста, если правильно промороженное сырье и, соответственно, при гидроразрыве клетки вышли вещества, и это решается вопрос, и перемолотое сырье тоже как бы улучшается доступ биологический. Фармакинетика динамика меняется. Это как бы тоже может такой быть ответ критикам по поводу того, что терапия грибами невозможна. Ну и в качестве протективной роли есть два механизма. Это иммунная защита и иммунная протекция с точки зрения токсинов, антитела, и неспецифический иммунитет, и макрофагальная активность, и есть очень важная вот эта вот система связанная с парасимпатикой и гамкорецепторами. Про гамкорецепторы мы сказали. Мусцимол, их активатор, соответственно, здесь возможны сигнальные пути по этому механизму. А в плодовых телах большинства грибов содержатся полисахариды. Полисахариды являются безусловным стимулятором всех звеньев иммунитета. Это неспецифический стимулятор. Не как антиген, а неспецифический. Соответственно, мы можем сказать, что и иммунная система тоже включается в процесс взаимодействия с потребленным плодовым телом либо лекарственным сырьем, даже растительным. Поэтому здесь еще вот этот второй механизм подключается. Поэтому со всех позиций можно сказать, что при адекватном использовании, разумном подходе, дозировках, соответственно, и с этих позиций тоже, в общем, есть определенное движение в сторону улучшения работы ферментных систем и детоксикации, а не их перегрузки. Ну, да, все так. Полисоколидная история очень старая. Ее уже больше 40 лет. И, да, Лен, мне кажется, потихоньку надо уже... Да, можно я еще скажу маленькую ремарку, потому что сейчас я только подумала, что вот этот вот баланс в печени кровеносной системы или патической системы оттока желчи у меня вызывает ассоциацию с стандартными аюридическими или древнегреческими пониманиями желчных людей, кровь, да, и если мы слизь сделаем как лимфу, мы дадим некие параллели с вот этими вот древними восприятиями, как вот баланс крови, слизи как лимфы и желчи на характер, на внутреннюю работу систем и подумаем, что, может быть, древние что-то знали и воспринимали как-то необычно. Я молчу, вы так отлично общаетесь, да, Владимир. У меня просто вот сразу снимается языка и хочется добавить, значит, когда медицина начала становиться на научный путь и стал давать реальные эффекты, университеты стали развиваться в Европе в первую очередь, то натурфилософ как раз эпохи возрождения, критикуя подход вот такой вот непонятный, нам сейчас кажется мракобесный, Филипп Ауриол Теофраст Бамбаст Фонгогенгейм более известный как Парацельс он говорил следующее все есть яд ничто не лишено ядовитости и все есть лекарство одна только доза делает вещество лекарством или ядом ну и соответственно будучи естествоиспытателем таким швейцарским алхимиком и человеком ратующим за то, чтобы химия внедрялась в лечение и он сформировал химическую фармакологию в общем по сути дела он как раз и подтверждает тему нашего сегодняшнего блока который мы продолжаем в плане микродозинга что именно микродозирование именно дозировки не более полуграмма в капсуле должны в общем давать какой-то хороший эффект лечебный при этом при всем не давать токсический ну и действительно по поводу баланса если рассмотреть в принципе систему организма совместную как функционирование там трех дирижеров одного главного двух дополнительных нервно-иммунной гормональной системы и необходимость регуляции всего все деятельности организма вместе а с точки зрения меня как психолога клинического еще и мыслительных процессов деятельности двигательной да и чувственных процессов переживательных или эмоциональных то троединство трех физиологических и троединство трех психических именно в балансе оно и дает возможность приобрести здоровье и избавляться от болезней чем хорош мусцимол и чем хорош воздействие вот соответственно красного мухомора уменьшаются мыслительные процессы и мы можем ими лучше управлять мы замедляемся успокаиваемся а единственное чем мы можем управлять эффективно не автоматически это внимание и соответственно куда переключено наше внимание ума то стратегию ума будет обслуживать переключено внимание на то чтобы стать здоровым и мы замедлились в этом направлении у нас больше шансов этим заняться мы можем лучше эффективнее контролировать качество своей осознанной деятельности соответственно мы выходим на более эффективные подходы в качестве когнитивно-поведенческой терапии на фоне воздействия на гамко-рецепторы в том числе мусцимолом и мы лучше контролируем за счет воздействия на амигдалы и успокоения гамко-рецепторами амигдалы эмоциональную составляющую и переживательную а с точки зрения трех дирижеров соматической стороны личности телесного здоровья баланс между процессами неврологическими иммунными и соответственно вегетативными и органами и системами дает возможность и телу отдохнуть и лучше себя чувствовать в этом плане мне кажется подход с помощью воздействия на гамко-рецепторы в целом и мусцимолом и мухомором в частности представляется из себя крайне перспективным более того мы с Михаилом обсуждали в нашей частной беседе что современная психофармакология вообще стала на пути воздействия на в первую очередь гамко-рецепторы поскольку оказалось что их подтипы больше чем мы думали раньше и серотонин задевается очень активно с дофамином поэтому мы можем видеть еще ни одно новое открытие и ни одно открытие новых коллитеральных путей метаболизма в этом вопросе поэтому я как практикующий врач терапевт как практикующий психолог как человек очень активно взаимодействует с психосоматикой просто цепляюсь за эту возможность для многих пациентов в рамках партнерского подхода с позиции имеющихся в том числе плацебо-доказательств я обсуждаю всегда различные варианты подходов которые пациент сам может применять получив информированное согласие на это ну и соответственно приняв решение что и как он выбирает в плане своего собственного здоровья ну прекрасно наверное это можно даже в каком-то смысле считать финальным словом от Владимира как вы считаете или еще требуется какое-то небольшое дополнительное обращение Лен ну давайте на самом деле финализируем потому что смотрите что у нас сегодня получилось да я тоже такие предварительные итоги подведу я практически уверен что многие наши зрители скажут что вы два часа проболтали вокруг да около да и не сказали ничего конкретного это как Владимир говорит обывателям да покажется с большой вероятностью именно так это будет стандартная для них реакция потому что для обывателя опять-таки нужно было чтобы что бы мы сказали говорите точно сколько вешать в граммах да и если у меня депрессия значит вот сколько капсул утром сколько вечером да если я хочу отказаться от алкашки то прямо в стакан насыпать да или все-таки глотать и сколько там опять-таки с утра сколько днем вечером и можно ли подсыпать мужу да если я хочу я хочу его отказать от от алкашки если использовать непереходный глагол в качестве переходного да и вот среагирует он на это с какой вероятностью и будет я ходить с фенгалом или наоборот он станет приходить без бутылки вот что хотели люди услышать но я хочу особенно подчеркнуть что наша вот эта программа она была не для этого мы как раз хотели походить вокруг и около и показать что есть в Красном мухоморе а что нет кому он показан в целом кому не показан да какая его реальная дозировка да почему микродозинка а не макро да что такое мусцимол что такое его предшественники ботенко да страшны ли мускалин и ботенко которые действительно содержатся в Красном мухоморе механизм воздействия Владимир Владимир прекрасно да и достаточно широко и на мой взгляд в общем доступно разобрал путь молекулы в человеческом организме там с фармакогенетикой с фармакодинамикой и подчеркнул что если кинетика и динамика понятны да то взаимодействие с другими веществами еще не исследованы это предмет дальнейших разбирательств там в ближайшие 3-5 лет это наверняка будет активно исследоваться и так далее и так далее то есть мы действительно походили вокруг чтобы у вас создалось общее понимание что такое мухомор что такое мусцимол что такое и почему именно малые дозы как это работает как это работает с головой что работает не только с головой а и со всем организмом в целом да мы уже переходим на полицихориды и так далее и так далее чтобы произошла может быть даже отчасти какая-то демистификация друзья мои в ваших головах да потому что мистика это как бы тоже форма терапии да вот есть общество с его принятой структурой социальной экономической религиозной мифологической и прочее да и вот шаман и люди приходящие к шаману они действуют в своей парадигме и то что для нас мистика для них это на самом деле не мистика они просто так живут для них это реально это для них такая же реальность и такое же восприятие воздействия энтерогенов как для нас восприятие воздействия доксициклина я не знаю там или парацетамола или диклофенака да то есть для них это такая же как бы таблетка если называть эти вещи понятными для нас именами вот и мне хотелось бы чтобы вот эти парадигмы чтобы вы понимали что это разные парадигмы мы живем сейчас в другой да сейчас обществу и в первую очередь научному медицинскому сообществу требуется понятное объяснение доказательства да там плацебо контроль рандомизации и так далее и так далее вот тогда для них это то что иначе воспринимается мистически как бы из предыдущей да уже парадигмы от которой мы давно ушли десятки сотни даже тысяч нет не тысячи сотки десятки и сотни поколений назад да и вот чтобы для них это заработало и стало современным и понятным мы поэтому так и общаемся да и во многом вот эта наша программа которую мы сейчас записываем она рассчитана даже с моей точки зрения не на обдывателей а именно на врачей да чтобы они поняли что мы в такой же научной парадигме есть грипп есть вещество есть работа в рецензируемых журналах есть клинические клинические испытания это есть от этого нельзя отказываться наоборот брать дальше исследовать проверять сомневаешься поставить опыт да но тут как бы так работает наука то есть это не мистика это нормальные вещества нормальные молекулы их нормальное понятное уже да воздействие на наш организм на наши рецепты которые там запуска у всех этих каскадных реакций вот про что мы сегодня говорим не про точно сколько как их взвешивать это будет отдельная тема мы ее разберем несомненно тоже у нас богатая практика но вот чтобы вы понимали о чем и для кого сегодняшняя программа возможно это имело смысл сказать в начале да но вы не смотрели до конца да вот теперь я уже это говорю спокойно да Леночка я бы еще хотела сказать пару слов во-первых по поводу кому можно кому нельзя и вообще врачебных подходов рандомизации и что рандомизации можно что-то сильно выяснить я чуть-чуть противник этого я бы хотела провести аналогию например когда вы покупаете краску для волос я сейчас обращаюсь к женщинам но мужчины могут тоже представить вот есть некая краска для волос такая но да люди показывают например ваш цвет волос и результативный цвет волос в зависимости от вашего цвета волос та же самая краска может дать достаточно разный итоговый цвет точно так же так и разные организмы по своей биохимии при одинаковой терапии могут дать несколько разный результат мне кажется что медицина будущего все-таки будет не просто говорить вот вам таблетка от того и от того а будет все-таки принимать внимание ваш генотип ваш фенотип вашу теперешнюю ситуацию и говорить вот вам сейчас с вашим генотипом в вашем состоянии скорее всего подойдет и это и сейчас современная медицина она так уже начинает работать и будет очень хорошо если медицина будет уже исходить из вас как личность именно фенотипически генотипически а не просто человек потому что человек очень полиморфен даже сейчас интересно люди которые изучают мышцы и кости они понимают что те мышцы и кости которые есть в атласах которые с 18-19 века нарисованы и они уже общеприняты оказывается что вот мышца которая там есть она есть не у всех а есть только у некоторых и то что она в атласах просто повезло не повезло что у того трупа была эта мышца она может не существовать или она идти не так и сухожилия идти не так и те биохимические процессы которые показаны может они у кого-то действуют так а у кого-то чуть-чуть по-другому надо понимать что человек достаточно полиморфный вид но он многорасовый, много какой-то биохимической разницы от чего-то. Люди умирают от каких-то болезней, умирают от каких-то, выживают, и мы еще не всегда это знаем, не всегда понимаем. И в случае Красного Мухомора все это настолько еще в состоянии изучения, что мы находимся как раз на острие вот этой науки, на острие новых знаний, что вот раз, у нас какая-то новая информация вышла, вот новый эффект. Вот сейчас мы беседовали с антрецеологом, она говорила, что с ее точки зрения мухомор хуже подходит людям с высоким тесостероном, что мухомор даже активизирует и делает их более агрессивными и менее спокойными, что высокая вот эта вот тесостероновая компонента, она является, ну если не противопоказанием, то неким ограничением, что с высоким тесостероном человек может не успокаиваться, а даже становиться более каким-то резким. И сразу к берцеркам, да, к берцеркам выруливаем в случае макродозирования. Возможно, просто в зависимости от… А вот, например, у мужа он может, например, не работать, а у жены работать. У нее там, например, тесостерон ниже среднего, да, у него он работает очень хорошо классически, как мы предполагаем. Поэтому мне кажется, что и медицина будущего, она должна больше рассматривать индивидуальную биохимию, индивидуальную психологию и индивидуальную какую-то психотерапию в зависимости от и лекарственной психотерапии, и именно поведенческую психотерапию, и подбирать. Именно должен быть не просто что-то, а подбор не только, например, антибиотиков, как они влияют на именно твою бактерию внутреннюю, но и на… Внутренние бактерии звучат, как почти внутренние монголии, это почти пелевиумы. Ну, не важно, бактерии. На внутренний болезнетворный организм, который нет, но и подбирать то, что подойдет лично тебе в регуляции и твоей биохимии, и твоей психологии. Вот, хотелось бы сказать. Лен, это прекрасно, но мы уже сейчас немножечко прямо вторгаемся в тему следующей программы, потому что я хотел отдельную программу… Ведь посвятить так называемому фармрасколу, да, и в общественном сознании фармраскол воспринимается как противостояние медицины, ну, классической, как ее назвать, там, конвенциональной, да, конвенциональной медицины, с медициной комплементарной или альтернативной, да. На самом деле, я считаю, что все совершенно не так, а реальный раскол сейчас возник внутри как раз комплементарной… Господи, все, долго болтаем. Внутри конвенциональной медицины, он как раз заключается в том, что, скажем так, струрежимная часть, она хочет лечить от чего-то, да, а, так сказать, модерновая, молодая часть, она хочет профилактировать, да, и не просто профилактировать, а подходить еще при этом индивидуально. Вот это все то, о чем ты прямо сказал, и вот в этом, на мой взгляд, как раз и заключается суть раскола, да, вот два разных подхода. Классический, да, конвенциональной медицины лечим, вот есть болезнь, там, заболевание, болезнь состояния, и мы применяем все то, что это там сменяет, снимает, отменяет, да, это одна история. Ну, это тема другой беседы. Миша, во-первых, дай слово, извините, придем. Во-первых, дай слово Владимиру, он давно ждет, а во-вторых, я не уверена, что вот это высвобождение средств, оно не просто высвободится, оно не попадет именно в форму. Дома теперь дай слово Владимиру. Передело рынка – это всегда сжигание домов и машин, будьте аккуратны. Передело рынка – это очень тяжело, потому что, да, фармкомпании… Да, это серьезная вещь, но это правда интересно, видите, все завелись, да, и мы это обсудим. То есть мы этому обязательно посвятим. Дай слово Владимиру, он прям очень ждет. Да, Владимир, внимательно вас. Вы сказали очень важную, Елена, вы сказали очень важную вещь по поводу индивидуального подхода, скажу это так, да, и я здесь хочу сказать, что сообщество врачей, которые практикуют исследования, которые развивают парадигму доказательной медицины, регуляторы в виде министерств и научного общества, вот я как член российского кардиологического общества, российского респираторного общества, регулярно мы поднимаем на конгрессах, на конференциях, и это уже есть в журналах и учебниках, на такое направление, которое называется precision medicine, или медицина тонкой подгонки под подследок. Да, я говорю для наших обывателей и слушателей, потому что мне очень важно донести простым языком сложные вещи и упаковать сложные смыслы в доступные слова. И есть понятие tailored medicine, то есть такая партняжная медицина, медицина индивидуальной подгонки под воротничок, под вас конкретно, под ваши цели и задачи. Дважды уже Михаил в нашей сегодняшней встрече упомянул такую вот шаманическую медицину, оккультно-обрядовую медицину, или какие-то шаманические ритуалы, сказав, что шаман работает с собой и миром и выдает результат как бы контрагенту, пациенту, клиенту, человеку, пришедшему. Я это Макена сказал. Да, Макена, Макена, вы цитировали Макену, значит, это действительно имеет место быть, но 21 век – это век сингулярности. Мы все схлопываемся в смысловую, социальную, психологическую точку, технологическую точку. Это неизбежно. И это трансформация, через которую мы должны пройти. Так вот, я хочу сказать, продолжая вот это развитие от общепопуляционной медицины, через призму доказанных экспериментов, используя интегративные подходы в медицину индивидуальную, медицину персонифицированную, мы и приходим к другому еще интересному оборотной стороне этого всего. Я, как практикующий врач, всегда взаимодействую с пациентом, вижу в нем что-то новое, индивидуальное, сверяю с данными исследований, экспериментов, учебников, клинических рекомендаций, перевариваю это через призму своего мировоззрения, и на основе его задач, запросов, на основании его основополагающих целей и ядра его, по сути дела, убеждений, его маркеров, куда он движется, помогаю ему достичь результата, который он передо мной ставит. Это как раз есть на основе индивидуального его генома и фенотипа. Это вот та самая Precision Medicine, которая густо замешана на доказательной научной медицине с использованием адекватного, разумного, системного, интегративного подхода на синтезе эклектики. С одной стороны. С другой стороны. Видя, какие индивидуальные особенные реакции имеет пациент, я всегда еще и пополняю свой багаж. А поскольку я часть этого мира, а мир часть меня, и я научного часть мира, я часть мира социального, я часть мира и биологического, я не отделяю это, это процесс взаимный. То есть я что-то получаю от каждой консультации, расту и развиваюсь. Как психолог я могу сказать, что вот второе психологическое образование мне дало понимание того, что любая терапия с пациентом это всегда и развитие меня, это и ответы на мои вопросы. Я, конечно, прохожу супервизии, интервизии, сам нахожусь на терапии по требованиям ассоциаций и так далее. И всегда это вопрос взаимного обогащения. Это взаимное исследование вот этого уникального мира, где тот же самый терапия грибами может давать очень интересные дополнительные эффекты и расширять поле этого восхитительного взаимодействия. Ну и я думаю, что в конце 21 века происходит слопывание научной медицины, шаманизма, натуропатии, подхода разного в некой такой синтез и сингулярность, где все будет объяснимо. Шаман объяснит, соответственно, искусственный интеллект и наши трудности и технократическую цивилизацию. Природа возьмет и интегрирует в себя нас со всем нашим ужасом, что мы, соответственно, натворили искусственного. Наше сознание сможет адаптироваться к воздействию социальных, культурных и различных индивидуальных технологических научных вещей. И за этим и есть будущее. Поэтому я призываю никого не отвергать то, что он видит, изучать и быть открытым новому, и исследовать и себя в том числе. Браво! Лен, давай покрыть. Владимир, супер! Я просто не понимаю, что к этому еще можно добавить. Ну, Лен, если ты хочешь в конце пару слов сказать. Я предлагаю просто тему индивидуальной медицины выделить в отдельную какую-то передачу, потому что сейчас чуть-чуть мы долго уже рассказываем, люди могли устать. Но у меня просто есть, вот просто у меня вот сейчас на губах есть там 3-4 примера и с собой, и с другими, и как это вообще работает. Но это просто будет чуть-чуть в сторону уже от микродозинга. Там не только про микродозинг. И вот именно индивидуальная медицина, вот этот вот Тейлор и вот эта... Да, конечно, поговорим, сделаем одну, а может даже несколько программ. Я приду с кейсами, а Владимир придет с красивыми научными данными и красивыми словами. А я постараюсь вас не перебивать. Ну что же, друзья мои, мне кажется, мы сегодня прекрасно пообщались. И спасибо Владимиру, спасибо Елене. Я надеюсь, что вы поняли, да, что микродозинг красного мухомора, пищевая добавка, это не just for fun, это не какая-то штука, чтобы получить неожиданные яркие ощущения. Это как не в переозвучке гоблина в матрице, да, первой серии, когда вот, к сожалению, к середине фильма все синие капсулы у нас уже закончились, и дальше мы жрали только красные. Нет, это абсолютно не оно, да, это не для этого, это не туда. Да, вот, это инструмент, это тонкий инструмент, это качельного типа инструмент, да, который надо принимать применительно к своим особенностям, и это инструмент, который нужно тестировать перед тем, как в него въехать, да. Поэтому я надеюсь, мы какие-то мифы опровергли, повысили вашу осознанность в плане подхода, да, к началу применения микродозинга красного мухомора, и, в общем, мне кажется, на этом надо закончить, потому что, если вас интересуют какие-то конкретные аспекты применения, вы можете обратить в службу поддержки, да, на нашем сайте fungeline.com, задать вопрос специалистам, написать, позвонить, вас подробно проконсультируют, потому что мы все равно бы не смогли рассмотреть подробно все аспекты практического, конкретного для каждого там какого-то случая приема этой пищевой добавки. Ну, это просто нереально, но мы постарались обозначить вот такие подходы. В завершение хочу вас поблагодарить, всех поблагодарить, замечательных наших сегодня гостей, приятно, что уже постоянных, и зрителей за то, что вы выдержали очередную, наверное, сколько там, двухчасовую беседу. Это замечательно. Я уверен, что вы большей частью остались с нами. Поставьте нам лайк, да, колокольчик в плане следующей программы. Поделитесь ссылкой на эту передачу, на эту форму, такую достаточно необычную нашу с вами общение со своими друзьями и знакомыми. Мы должны распространять грибные знания. Мы сейчас погружаемся активно в новую грибную парадигму, и вот конкретно этим форматом пытаемся вам рассказать современными, более-менее понятными словами о микрофармакологии, микодиетологии, микротерапии, да, и так далее, и так далее. Мне было бы очень интересно, если бы как форму отклика на этот формат, прошу прощения за тавтологию, открылись бы какие-то люди, специалисты другие из области медицины, там, да, здравоохранения и так далее, и так далее. Те, кто любит грибы, те, кто ненавидит грибы, те, кто их просто не понимает, и хотел бы каким-то образом донести свое мнение. Я бы с удовольствием организовываю встречу такого рода. Мы пообщаемся и, может быть, пройдем к каким-то новым общим позитивным реалиям. На этом еще раз вам большое спасибо. Будьте здоровы. Грибы вам обязательно помогут. И вы все прекрасно знаете, что поскольку с нами грибы, то с нами Вселенная. Всем огромное спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok